Доброе утро! У нас три матча по плану. И начинаем мы с Т1 и Invictus Gaming. Invictus Gaming — это одна из команд, которые будут играть сейчас индивидуально в своих комнатах по причине ковида. Два игрока оказались заражены, плюс тренер. Тренер также присутствует в лобби, но он находится отдельно от игроков. Это важный момент. При этом за игроками следят. То есть как-то там что-то посмотреть про читеритом или нечто подобное не получится. Судья смотрит аккуратно через камеру. Да, но у нас в общем IG резко переходит статус темной лошадки, потому что, напомню, они одни из первых, кто выступает очень хорошо на мейжере. Они рано набрали DPC очки, потом они чилили, в прямом смысле слова, не показывая шикарных результатов. И сейчас вот так вот получилось, что ситуация резко поменялась. Если до этого они были явными претендентами на топ-3 данного турнира, одними из 100, то сейчас они вот, грубо говоря, ну им нужно просто пережить эту групповую стадию, вот там попасть там в лазера-венера, а уже дальше я верю, что они прибавят. Все выздоровеют и будет нормально. Команда T1, коллектив, который появился сразу же после TI-9. И, наверное, про T1 можно сказать, как известная организация в League of Legends. Мы много о ней слышали, о Fakery слышали, да, наверное, самый известный игрок в LoL. Который, по-моему, три раза выигрывал чемпионат мира. И думает уже, а нельзя ли ему четвертый раз этот турнир. Да, который прямо сейчас идет. И ребята решили ворваться в Dota. В общем-то, последняя организация из Кореи, которая была в Dota, это те самые MPP Phoenix, которые ушли в 2016 году. Больше мы их не видели. И вот корейцы возвращаются. У нас есть отдельные игроки из Кореи. Это тот же Marge, тот же 4F. Но вот организации не было. И T1 за два года показывают результат из полного нуля. Команда, которая не может пробраться даже через открытую квалификацию на мейджор сезона 19-20. Команда, которая проходит на International, получая прямое приглашение. Да, колоссальный рост. При этом из того состава, как я помню, никого-то не осталось. Вот то, что набрали в 2019 году, а 4F был изначально человеком, который и набирал себе состав. Никого в этом составе не осталось, в том числе и 4F. Все ушли, состав абсолютно новый. Зато есть тренер Марч, тот самый, который может прямо на ходу что-то придумать. Напомню, что когда-то у нас корейский состав въехал на The International. Все думали, что они развалятся. Но они неожиданно начали побеждать. Одних, вторых, просто на ходу придумывая какие-то супер неординарные стратегии. Там в 5 милищников Bounty Hunter, Dark City Здорова. И Марш, он в этом плане очень опасен. Потому что он всегда может на драфте что-то такое необычное, к чему вообще никто не будет готов. Особенно это касается китайских команд. И вот, как правило, на идее эти ребята где-то заезжают. На идее. На исполнение все же они пока очень многим уступают. Поэтому идея это, наверное, главная фишка. Виктус Гейминг как раз-таки играет уже очень давно. Я вот смотрю, что последний игрок присоединился в составе в 19-м году в сентябре. Все остальные игроки играют уже давным-давно. Состав сыгранный. Состав, который очень круто начал этот сезон. Мы помним этот прекрасный финал, этот камбэк, этот вопросик в чате, который породил миллиард мемов на ближайшие месяцы. И, глядишь, что-то подобное мы здесь увидим. Но вот видите, вот эта ситуация. То, что Эрмиктус Гейминг вынуждены были в какой-то момент прервать тренировки. И непонятно, в какой форме команда подходит. Ну, поэтому они черная лошадка. Темных лошадок много. Знаешь, если так накидывать, их реально хватает. Про Квинси Крю кто-то говорит. Но это топ-18. И мы сегодня за ними, кстати, посмотрим. А кто-то говорит, это команда, которая может и в топ-8 зайти. Так, Алексей, а кто говорит, что они в топ-18? Покажите мне этого человека. Я видел мнение Владимира Мейлшторма, что эта команда не та, которая будет удивлять. И у каждого комментатора, у каждого зрителя есть темная лошадка. Вот то, что Эрмиктус Гейминг темная лошадка. Они и стали. Они, говорю, только из-за того, что особое обстоятельство. Я их ставил в топ-3 изначально. До всей этой истории я их ставил в топ-3. Потому что, на мой взгляд, если брать все китайские команды, то вот они, LGD, это два самых мощных претендента на топ-3. Это вот самые-самые стабильные, надежные и крутые исполнители. Смело. Смелое заявление. Но сейчас просто ситуация изменилась, поэтому что поделать? Теперь как бы LGD в финале, а все остальные где-то там рядышком. Я смотрю группа, и вот у меня сразу выделяется Evil Geniuses. Да, мы понимаем, что вероятно, что они окажутся в виндерах высокая. А вот дальше начинается конкуренция. Есть Virtus.pro, есть OG. Пока для нас тоже это загадка. Есть T1. Есть вот эти Invictus Gaming. Это все команды, которые претендуют на попадание в верхнюю сетку. По моему мнению, остается еще и Aster. Еще одна команда загадка. И Alliance. Alliance, которые проваливаются в последнее время. Ну, Алексей, в общем, топ-4 очевидно, что это VP, IG, OG и EG в этой группе. Запишем. Да, можно записать. Но это очевидно еще и топ-4. То есть где-то Alliance, возможно, там что-то будет делать. Там у них такие, бывает проблески, где они начинают неожиданно хорошо играть. Ну, бывает там у S4, что он действительно что-то крутое это делает. Но, как правило, это долго не продолжается. И поэтому на них больших надежд мы не возлагаем. Но все остальные команды просто слабее. Я уже молчу про Aster, у которых тоже особая ситуация на этом турнире. Ну, и давай плавно переходить в стадии выбора героев. Снова возвращается вот этот самый герой Интернешнала. Это Ио. Наверное, два героя Интернешнала вспоминаются. Это Шейкер, который всегда к главному событию года он возвращался. Герой, который может менять драки. Герой, который очень классно может роумить. Но Ио, это герой. Он всегда ведь был. Как бы его ни меняли. И он на одном из винтов, как мы помним, он позицию керри резко вышел и позволил команде OG выиграть здесь. Но пока похоже, что это саппорт, конечно. Вместе с Герокоптером. Классная пара. Герокоптер. Герой, про которого немало говорили, что это тоже потенциальная звездочка. Он очень балансный. Он очень удобный почти в любой игре. Наверное, еще из таких героев можно подобрать Свена. Который даже независимо от того, какая будет линия, всегда может найти фарм. Вариант, да. Ну, я бы еще сказал, что вот МК очень крутой. Вообще очень крутой. Который может пойти и в мид, и в легкую, и в сложную. Это супер вариативный персонаж, который дает и Fly Vision, и мид, и Disable. И в лейте способен разваливать. Особенно учитывая, что с Рошаном там много можно хорошего ему отдать. И он превращается в полноценного кора. Поэтому все вот эти мобильные герои, как правило, их забирают сразу. Потому что потом можно много чего напридумывать. Вот, например, Тейван придумали хороший вариант с Драгон Найтом. Просто потому, что у героя много зеленой брони. Он чем-то напоминает Свена против Элдера Титана. И здесь уже есть хоть какая-то надежда, что он будет держать удар. Но не против Морфа. Против Морфа он вряд ли будет держать удар. Просто потому, что Морф он бьет сильнее, больнее, быстрее. И при этом еще Морф очень круто сочетается в матчах против Герокоптера. Потому что здесь урона будет просто больше под Лакеном. Пока нет неожиданности. Я даже смотрю по статистике матчмейкинга. Надо ее оценивать. Потому что в любом случае игроки играли не только между другими командами. Но очень много игроков проводило время в ММ. И Морфлинг, он появляется у многих кэрри игроков. Это герой, который возвращается. Было мнение. Помню, Кристал Мэй, мы долго спорили. Он говорил, что это герой плохой. Аргументов я не услышал, почему он плохой. Герой все еще актуален. Да, там есть небольшие изменения с Аганимом и Аганим Скипетром. Но мы видим, что команда уже на первой карте берет этого персонажа. Слушай, давай выберем несколько плюсов и минусов этого персонажа. Вот Морфлинг. В чем его сила, в чем его слабость? Ну, первая сила, то что если линия недушная, если туда приходят нестротки, которые могут тебя гонять, то герой забирает почти всех крипов просто потому, что у него на 20, на 30 урона стабильно больше, чем у кого-либо на линии. Это первое. Если приходит слабая линия в сложную, а это, допустим, какой-то слабенький миличник с вторым миличником, а там, например, стоит какая-то линия на уровне Морф плюс Бейн, то это фри игра для Морфа с нулевой. Он будет получать все на линии. Это первое. Второй его плюс — это то, что он слишком вариативный. То есть он может собраться в физу, он может собраться в магический рассказ. Он очень круто сочетается, например, с таким героем, как Operation, который просто ставит воронку, и магический рассказ взрывается еще больнее. Поэтому этот герой слишком вариативный. Он, в отличие от многих коров, может собираться по-разному. Ну и третий его плюс заключается в том, что он просто в один момент может быть неуловимым, если противника мало контроля, потому что вот эта вот волна, она очень хороша. Он, в принципе, может задушить половину механик доти вообще наизе. И тут, смотри, есть Dragon Knight, у которого стан — это снаряд. И Морфлинг легко может увернуться. И, в общем-то, у Т1 пока проблема, очевидно. У них мало станов, им нужен какой-то контроль. Может быть, какой-то Тайдхантер остается, который сейчас считается чуть-чуть не лучшим у флейнером, очень актуальным. И Тайдхантер даже может Доминатор покупать, нынче популярный. Это не проблема, если что, можно этот предмет взять. Нужен стан. Станов нет у Т1. Я бы сказал, даже нужен стан, ну, можно Тайдхантера, а можно взять какой-то контроль, у которого меньшее время в плане кулдана, потому что, ну, все, что они сейчас имеют против Морфа, это стан Рагонайта, который можно, там, попытаться манты задоджить, или линку собрать. Ну, и хукшот-клокверк, опять же, на него сильно мы не рассчитываем, потому что он даст хукшот, даст Коги, а Морф просто вылетит волной. Да, здесь пока очень легко играли Морфа. Имхо, Инвектус Гейминг уже перепикнули Тайдхантера. Уже. То есть слишком сбалансированно все для IG. Единственная надежда для Тайдханта просто пойти продавить по-быстрому, потому что иначе сушить и весло. Дарксир, герой, который общался с главным экспертом по Дарксиру, с Форсом по поводу этого персонажа, говорит, что он неактуален, по причине того, что многие герои не боятся волов-реплики, но вот Морфлин как раз-таки боится. Иллюзии Морфа, они сбивают и само Морфа, и всю команду крайне серьезно. Ну, из плюсов, вот Морфа, он с этой волов-реплики спокойно уходит. Ой, сразу отвечает Тайдхантер, да, в общем, мгновенно отвечает, а IG даже не думает. Но Найдсталкер — это неплохая, даже такая более-менее попытка задушить Лину, которая, например, без Блокинг Бара многого сделать не сможет. И в целом Найдсталкер довольно-таки неплохо смотрится до Морфа, опять же, до тех пор, пока Морф не купит там себе какую-то Блокинг Бар или Пику. Но только до этого момента, да, как только появятся Блокинг Бары, Найдсталкер, то он бежит и ему наваливают с руки. И Тайдхантер, и Лина, и Морфлинг, поэтому здесь им хуо, IG перепикали в салат. Может быть, пара Геррокоптера и Йо — это будет спасение, это будет то, что мы сейчас недооцениваем. Это пара, которая перефармит Морфлинга и Лину и будет бегать по карте убивать. Может быть, вот это стоит учитывать. Но, с другой стороны, Морфлинг прекрасно против Геррокоптера работает. Это ведь отличный выбор. Ты просто нажимаешь одну кнопку и становишься тем самым Геррокоптером. Там же еще и другие моменты есть, да, что если Геррокоптер нажимает на ультимейт, Морф просто выезжает на волне, не получая вообще никакого урона. Если в будущем там Морф еще видит, например, ракету или Барейдж, то опять же он может в любой момент вовремя отойти. Здесь, ну, почти вся игра в руках флай-флая. То есть, если он сыграет хорошо, то, на мой взгляд, тут Тайван вообще без вариантов. Им нужно улынить. Там первые 25 минут нужно душить. Душить. Нужно забрать всех Рошана. А с дэмиджем по Рошану у них так себе, у них не очень много героев, которые имеют хорошие модификаторы в сингл-таргет. Ну и по-хорошему им нужно лупить вышки. Здесь вот надежда на Драгонайта, который просто по кулдауну будет забирать тавер за тавером. Тем более это Драгонайт мид. Мы вот даже как-то не рассматривали варианты, что Драгонайт может пойти на тройку, хотя это вполне могло произойти. Нет, это Драгонайт в центр против Лины. Это хороший ответ. Это героя, который не боится, что Лина там имеет огромную скорость атаки, которая имеет много урона. Он стоит под пассивкой классно регенится. Броней много. Физически Драгонайта не пробить. В этом плане, кстати, Лина будет очень хороша Сильвером. Сильвер нынче актуален против Драгонайта. Это прям то, что надо, чтобы быстро убивать. Ну Сильвер сейчас он вообще настолько хорош, что он актуален почти на всех героев. Против всех героев просто даже за счет статов. Там статы очень приятные, абилочка полезная. В общем, Сильвер сейчас. Один из лучших айтемов в пабе как минимум. Почти все коры собирают Сильвер. Ну что ж, первая карта. За Интернешнл. Группа А. Групповая стадия. Т1 и Инвиктус Гейминг. А я не знаю, будем ли делать какие-то с тобой прогнозы по поводу этой игры. Я скажу так. Я очень верю в команду Т1. Я бы сказал, что эту команду многие недооценивают. Ну, кому-то палки в колеса надо точно вставить. Они будут опасны очень в плей-оффе. Особенно все-таки лазеров, где смогут разок удивить. Но я думаю, на длинной дистанции они вряд ли потянут. Всех. То есть, вот такого представить в голове, да, что они развалят и Сикрет, и Айджи, и ЕГЭ, и ВП. Честно говоря. А почему такая уверенность? Мы же вспоминаем Киев Мейджор. ВП, мы помним, провалили турнир, а Т1 заняли третье место. Ну, это ведь... Это один турнир, Лис. Но это Мейджор. По одному... Это один турнир, какая разница? Духоти Интернешнл, это один турнир. По одному турниру выводы не делаются. Даже по двум турнирам выводы не делаются. Вот полгода, пожалуйста, на все турниры съездите и покажите, чего вы стоите. Потому что раз в год и палка стреляет, Алексей. Вы оцениваете Дмитрия не совсем корректно. У нас физически турниров мало. У нас физически нет 20 турниров за полгода или за год. Ну ладно, хорошо. Давайте смотреть. Опа, выходит Найт Сталкер. Не хотят, не хотят воевать. Там Элдер Тистан урона сейчас подворвал. Батарейки на Оли. Оли под замедлением. Найт Сталкер пинает. Лина отстанивается очень грамотно. Т1 уворачивается. Ракета летит в Оли. И кто же заберет ФБ? Вопрос только один. Есть ФБ для Ио. 1-0. Т1 начинает классно. Хотя вот в этом плане Элдер Титан классный герой в начале. Он ведь выходит. У него много урона. Он кулаком бьет. Но здесь провалились, ребята. Морфлинг не может подключаться. Морфлинг это худший герой на уровень 1. Да. Там может быть антимаг еще есть, который тоже не станет. Морфлингом вообще по-хорошему никогда не нужно устраивать подобные замесы. Просто потому, что один герой, который не делает ничего. Если сравнить его импакт, например, с герокоптером, то герокоптер делает в разу и больше. Вот. Ну и сейчас вот мы видим, что такая линия у нас получается. Да, вис плюс Найт Сталкер, которые давно очень многого не делают. Но, с другой стороны, им тоже особо ничего не сделаешь, потому что у нас Найт Сталкер лечится, висплечится и региона до ночи не хватит. Очень такие балансные, профессиональные линии. Милишник плюс рейнджевик и там и там. Мы ведь обычно привыкаем видеть пару герокоптер и его, но тогда бы снизу оказалось 2 мили героя. Да, и против Элдор Титана это был я. Это был бы тот самый случай, когда приходит Морфлинг. Он встречает двух милишников, а там еще Элдор Титан, который смотрится против двух милишников более-менее. И по этой причине у Морфа была бы фри игра. Так, есть надежда, что ночью Найт Сталкер что-нибудь да сделает. Ну а что, пока просто стоим, лечимся, хилимся живем. Линию к себе притягивают, но тяжело от Йо. Он не может вообще ни с кем здесь размениваться, ни с Морфом, ни уж тем более ни с Элдор Титаном. Против Элдора важно блочить. Ничего не заблочено, два лагеря открыто. Оли тут и отводить умудряется, ну и урона столько сейчас будет, что минимальный бы сюда стан. Вот если бы это был не Морф, если это был какой-то стан. Или хотя бы замедление, представим Фантом Ассасин. Тут Ио бы не поздоровилось. А так, для Ксефера должна быть линия спокойная. Он здесь не должен умирать. Здесь очень важный момент, то что Элдор Титан не сделал дабл стак. Если бы тут был дабл стак, какая-нибудь Урс, а потом еще сверху Истатир с ХП Регеном, то здесь мог бы Титанчик сливать линию нон-стопом. Ну и при этом вводить свою иллюзию, получает дополнительный урон. А так у нас получается только одного Крепчика убили. И он не очень круто бафает со своей иллюзией. Поэтому здесь, что Висп, что Найт Сталкер могут драться, да. Могут бороться. И Урсу забрать. Отлично. Оля умудряется и до этого забрать одного нейтрального Крипа. Ну круто. Оля, мы видим, он сейчас делает ситуацию, где Флай Флай просто фармит. То есть у него никаких проблем нет. Да, может быть какие-то есть огрехи, там стак не сделал. Но это несущественно. Мы видим, что все классно. 13 на 2 у Морфлинга Найт Сталкер 4 на 0. И на каждого Крипа подходит Найт Сталкер. Для него это проблема. Да, ну в общем, молодец, Титанчик. Много времени выиграли Морфа. Довольно-таки неплохо разменивается, несмотря на то, что он еще отдал ХБ. А в миде, слушай, в миде вот мы видим матчап Лина против Драгонайта, где Лина, несмотря на то, что она является одним из самых таких мощных мидеров в миде, ну Драгонайту сделает что-либо очень сложное, просто потому, что там качает друг у нас броню и постоянно регенится. Хотя мы видим, что пробивает нормально, да? Ну слушай, Лина очень много отдает на это ресурсов. Мана закончилась. Мана закончилась, боттл немножко можно отпиться, еще там на стан хватит. Но Карл в это время просто подрегенится. Он себе еще и танка доводит, реген почти 20. Он под вышкой находится, да, это что немаловажно, да, что Лина постоянно пушит линию Драгонслой. Из-за этого Драгонайт под вышкой имеет и дополнительную ХП регена броней, поэтому, ну, вот ему, Лина, мало что может сделать, если кто-то не придет. Вот плюс один, и тогда, возможно, будет кино. Так, а тут, слушай, без изменений, я смотрю, тут пока нет крипов. Да. И, естественно, Клок не может убить Тайда даже с Герокоптером. Какой у нас Герокоптер? Герокоптер, знаешь, помнишь, был момент, когда игра была через плюсики. Я помню, был момент, когда Хумер Миссел начали максить. Тут Рокет Беррэдж 2, Хумер Миссел в 1, такой Герокоптер прям образца годовой давности, я бы сказал. Ну да, тут, видимо, во-первых, ставка, то, что он на линии будет немножко пополезнее, это раз, будет ли это бороться, но мы видим, что Тейт Хантера все равно пробить очень сложно, особенно, когда там Леончик стоит на подстраховке, хотя вот сейчас смотрит плохо. А Леончик пошел на рун-контроль, но Тайт с колечком. 900 хп с Дики. И в крипах стоит, просто крипщики впитывают большую часть батарейки, ничего не сможет от коллектива. В общем, вот такой Герокоптер обычно просто на седьмом левеле зовет себе Веспа, они начинают летать по карте, у него есть Баррэдж, и с этим Баррэджем он может где-нибудь подразвалить. 162 урона выходит, Оля. Несколько ударов, и даже Найт Сталкеру, у которого столько брони, все равно больно. Скоро наступит ночь. Я не думаю, что на линии, правда, что-то изменится, Морф по-прежнему будет фармить, Морф уже с маской. Если будут даже проблемы, всегда с этой маской уходит в лес и получает, а мне меньше, чем на этой линии. Но может быть попад... О, вот это Март. Последний момент успевает Оля отыскать, зарабатывает 119 золота. Приятно, приятно для саппорта. Ну, попробовать развалить Элдор Титана. Можно Найт Сталкеру и Веспу, ну или хотя бы сделать так, чтобы Найт Сталкер потихонечку догонял Морф. Морфлинга, потому что, ну, очевидно, что нужно что-то делать, да, потому что Морфлинг у нас тут 2 по Нетверсу, его нужно гонять. Видим, что Найт Сталкер уже начинает подушивать, неплохо работает и набегает Элдор Титана. Элдор Титана, пока урона нет, у него нет маны на иллюзию. И вот, вот та самая ночь, где Морфу объясняет, что давай-ка, дружок, уходи в лес. Ну, а мы вынуждены идти на базу. Слишком много спама, нет никаких руон, остается Карл на миде 1. И за счет вот этого небольшого окна он восстанавливается, потому что мы видим по крипстату, немножечко просел, Лина очень много динайла. Но в целом, Инвиктус Гейминг, 3 линии под контролем. Вот на топ, даже смотри, тут собожелания нет, мы понимаем, что Тайда не убить, он бессмертный. Не получится с Клоком, с Геррокоптером никак. И Тайд скоро будет наглеть, он будет заходить за башню с третьим якорьком. Играет, заметьте, без гаша. Тоже иногда гаш берется чуть ли не на уровень 1, чтобы идти спамить по противнику, чтобы там дальнего крипа добить. Здесь гаша нет. А ты обрати внимание, он скиллпоинт сейвит. Если вдруг придет Леончик и Геррокоптер поставится, он выкачнет. Ну, а по хп-то сам говорил, что у него все отлично, поэтому ему второй Крекеншелл не особо-то и нужен. Тайд умный, хорошо качается. Так, снизу у нас Морфлинг довольствуется тем, что Найсталкер сейчас пропушил линию на парус и спам. По-хорошему, когда вот так вот наступает ночи, Морфлинг имеет возможность добивать крепчиков подвышкой. Нужно сразу же пулить обратно, потому что, ну, если он находится не подвышкой, то его подушить 10 раз проще. Снова Клок возвращается на топ. Ну, пока ему нечего ловить, может быть, какие-то варианты для стаков, но Клок это один из худших героев, чтобы идти стакать. Милишник очень с невысокой скоростью атаки. На центре атака на Карла. Лина, есть Лагуна. Подкоп, стан от Лины. Лагуна очень жирный. Драгонайт есть стики. Хекс. Успеет ли нажать стики? Гарл, он нажимает стики. Нажимает форму, нажимает стан. После этого, правда, сразу же умирает. Если ему не получится убить, это будет катастрофа. Драгонайт теряет ультимейт. Кулдаун 100 секунд и не получилось даже разменяться. Ну, это шикарнейший перетяжка от Лиона. Это то, про что я говорил. Если придет в мид какой-нибудь саппорт, то будет о чем говорить. На самом деле, они все отдали. Они его убили с большим трудом. И это очень хороший момент, потому что Драгонайт без формы. Он вообще котенок, он не опасен. Он в миде без формы вообще ничего не делает. Лина. И по-хорошему сейчас, пока у нас Драгонайт находится без формы, то есть Лина может пойти пофармить лес, потому что вышка находится под защитой. Потом она возвращается в центр. Снова можно позвать Леона, которая уже к этому моменту, скорее всего, будет 6-го левела. И убить Драгонайт еще раз. Это вообще идеальный геймплей. Форма развалил Драгонайта. Форма еще раз развалил его. А Лина много сейчас на фарме. Ну, мы видим, насколько у Invictus Gaming балансный драфт. У них и очень большие станы есть в виде реведжа, да, в Драку. Это есть Леон, который может встанить постоянно. Это Хекс, который всегда проблема. Мы ведь понимаем, что Леон может какой-то блиндайгер купить, врываться в того же Ио. Это бут цель номер один. Ворваться в Ио, фингер, нажать подкоп, Хекс убить. Все, Герокоптер без этого Ио уже не в состоянии будут ничего показывать. Ммм, Герокоптер прям билд ОУДЖИЙ 2019. Какой-то, ну, именно вот я смотрю пока на раскачку. Она, честно говоря, немного странная, потому что, ну, вот качать прям все спилы, причем там один на двоечку, второй на двоечке, это имхо небольшая ошибка, просто потому что у него просто не будет маны без виспа, вот, на то, чтобы все эти спилы убили. Вот, например, сейчас он возвращается в лес, и у него флагкэнон только второго левела, хотя мог бы быть уже третьего. И, в общем, раскачка Герокоптера странная, давно я такого не видел. Так, Ленчик, Ленчик, охраняет руну, руну забирает Лену, хорошо. Руну лучше с собой, весьма кстати. Ну, а морфлинга, видишь, бросили. Он тут стоит прекрасно. Так и Висп тоже ушел. Масочка, Falcon Blade. Да, 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 Висп ушел. Из-за того, что ушел Висп, в принципе, морф с Найталкера может поставить один на один. Сейчас, конечно же, нужно подушить морфлинга, потому что, опять же, качаются очень хорошо. Вот видно, что с Виспом смотрится это дело получше. Но тут, как бы, там, да, у Виспа вот у него две задачи. То есть одна из них это бегать, стакать постоянно для того, чтобы Герокоптер мог хорошенько нафармить. Вторая гонять морфа. Естественно, везде он не успеет. Поэтому всегда бывают моменты, где морф спокойно выходит на линию и качается. Хотя, заметь, Найталкер его уже обогнал по фарму. Вообще интересно, смотрю параллельно АВП Андайинг. Там счет 6-7 на 12 минуте. У нас девятая минута и счет 1-1. Совершенно разные игры, совершенно разный стиль игры команд. Здесь даже не так много попыток было убивать. Ведь не было моментов, когда там герой уходил на 100 хп. Вот эти все смерти, это были единственные атаки от команд. В остальном легкий харас. Морфлинг, как ты говоришь, раз за разом пытается выгонять из этой линии. Он все равно возвращается. Да, но когда висп уходит, морф возвращается. Поэтому здесь мы видим, что более-менее, так сказать, могу сказать, что морф очень хорошо оставил линию. Потому что, учитывая, что он здесь на Сталкер уровне, это вообще большое достижение. И сейчас ночь закончится. И когда ночь закончится, все, морф начинает, будет отрываться. Семьмильными шагами. Так, ну слушай, на топ телепорт. Нет, это явно не похоже, что будет же идти убивать же идти. Если что, и Реведж нажимает. Сам может убить. Если сюда подойдет какая-то Лина, можно реально пытаться на герокоптер выходить через Реведж, через подкоп Леона. И его никто не спасет. Он никого здесь не будет. Ну, в идеале Леонечку книжку просто скушает, да. Потому что на такой стадии книжка для Леона, это вообще самое-самое святое. Да, вот он как раз ее поставил в фигбай. Потому что здесь книга, это почти 100% фраг. Сейчас у очень многих героев слишком мало ХП. И кого-то он по-любому развалит. А сетап у него шикарнейший абсолютно везде. Сверху Тейт Хантер с Реведжем. В миде Лина с Лагуной. Ну и где-то там еще бегает Элдер Титан. Лина с Тан по Клоку Лагуну. Ну и его работает. Зацепили Драгонайт, но нечему его убивать. Леон пока без фингера. Ничего, можно подождать 60 секунд. И выдать вот этот двойной урон. И от фингера, и от Лагуны это убивает любого. Кулдауны маленькие, поэтому... Опа. Реведж есть. Не дает пока. И теперь Тейт в опасности нажимает Реведж. Есть ли в нем смысл? Ну, похоже, что Тейт просто умрет. Ох, как ошибается, это Джей Ти. Может быть, чуть раньше бы отдал Реведж, получилось бы убить. Это был бы размен, но это размен. А тут, получается, Тейт теряет Реведж. Еще и Герокоптер зарабатывает фраг. И сам не умирает. Еще он никуда не уходит. Его сейчас будет аккуратненько подхиливать Висп. И, в принципе, Реведж можно было не давать. Но, по-моему, в раскладе можно было просто воскреситься и вернуться и сделать то же самое. Ну, слушай, это сейчас был очень хороший мов. Я очень рад, что Висп сейчас объединился с Герокоптером. И вот теперь они могут быстренько фармить Лиес. И Висп там постоянно будет на какие-нибудь хп и ману. И в этом случае Герокоптер будет смотреться пободрее. Поэтому сейчас вся надежда на эту парочку, которая начнет на карте наводить движуху за счет Релокейта. Мид, видишь, пострадал серьезно, пока спасали Герокоптера. Катапульта сюда переместилась полкоманной Инвиктус Гейминг. И мид практически пал. В стаке уже зафармлена какая-то часть новая появляется. И умудряется это Ли нафармить. Там не какой-то тайт сюда приходит. И уж тем более не морфлинг. Так, ну что по морфлингу. Масочка лесная. Морбид маска из магазина. Фелкен Блейд. Дальше Яша. Манта здесь... Да не особо здесь манта нужна. Если прям сравнивать необходимость в этом предмете вообще нет. Я думаю, БКБ будет смотреться пояче. Манта все равно противносталкерам не поможет. Ну... Да, вот днем, конечно, тут без вариантов. То есть с Найсталкером он просто вот стоит. Никак он не может помешать морфу. Здесь, конечно же, морф будет иметь 100% фрифарм. И там еще будет забивать компы слева. Поэтому их надо либо бодиблокать, либо вот как сейчас он пытается делать Найсталкер. Но его на этом бодиблоке поймали. И видно, что ему больно. Это минус ульт Найсталкера. Размяяли ульт Найсталкера на Ультрион. На Карла подходит Эмма. Нет, не получится. Без Леона уже такого Драгонайта не убить. Его и так, мы помним, с большим трудом убили. Вместе с Леоном без Фингера. Но это был контроль мощный. Тут вообще без вариантов. Драгонайт. Блиндагер. Естественно, да. Мы знаем, много вообще героев с миды выходят с такими агрессивными предметами. Тот же Тинни на мид ходит. Часто Блинд покупает. Драгонайт герой подобный. Ну а Герокоптер. Все как и прежде. Я смотрю, Дефюзл Блейд офармливается. Это будет Дефюзл Блейд от Герокоптера выжигать ману. Тому же Морфлингу, которому нужна мана на переключку. Тайд Хантера, чтобы я... Тайд Хантеру. Но интересно, да. Это не так очевидно, как Бристалбэк, которого мы видели на Ти-9. Ведь там понятно, что Дефюза этого героя уничтожают. Против Урса неплохо работает Дефюзл Блейд. Но вот здесь Морфлинг. Тайд. Посмотрим на дистанции, как это сработает. Не окажется ли это ошибкой, либо наоборот, для Т-1 это будет единственное правильное решение. Вот. Но сейчас эти моксы, они застакали. Охраняют Тройчу. Охраняют свой треугольничек. То есть никого не подпускают. Вардики стоят. Драгонайт, он не мешает фармить. Да, он там пытается найти свой фарм. Но вот единственное, они вышки свои не защищают. И это уже видно, что потихонечку Invictus Gaming захватывает территорию. Потому что вышка сверху упала. Вышку снизу они защитили. Вышка в миде тоже падает. И здесь нет вообще никого, кто бы мог помочь. Хотя не смогут. Не смогут донай. Даже если был донай, мы понимаем, что потеряна точка. Больше контроля карты появляется в Invictus Gaming. Ну похоже, что еще минут 10 мы посмотрим такую подобную доту, где пытаются выфармить двух коров. Две разные команды. Я не думаю, что Герокоптер с Диффузами резко пойдет в атаку. Сомневаюсь. Тут понятно. Аганим. А лучший БКБ мне сейчас хочется увидеть. Потому что без Блокинг Бара. Я боюсь, что будут варианты, когда Иоу стерут. Ну и тебя потом просто со стана не выпустят. А я бы на них вместе шел просто. Потому что если игра затянется. Ну и там наденутся все. То мистер Герокоптер будет без брони. И там уже абсолютно неважно, как захиливает его Висп. Если у него будет ноль брони, там просто будут куски отрываться от ударов Лины и Морфинга. Поэтому надо сейчас что-то делать. Надо сейчас что-то делать. И вам. Айджи, в свою очередь, они делают такие аккуратненькие, локальненькие вылазки. Видно же по карте, да? Да, что Лина фармит лес на треугольничке. Морф фармит снизу. А остальные ребята, они никуда не торопятся. Они просто качаются, делая локальные вылазки над джиноганом. Ну что? 200 здоровья. Герочи есть все, Алексей? Прямо сейчас. 200 здоровья. Покупаем дихуза. Идем вперед. Драгонай тем более с Блинкдайгером. Все. Вот прям сейчас жмел смоук. Это похоже будет первый смоук. Слушай, тоже такая редкая ситуация. Не было смоуков за игру. За 15 минут ни одного смоука. Это как так вообще? Бывает, что уже там два смоука будут нажиматься просто на выход с одного ультимейта Леона. А тут смоук лежит в рюкзаке. И у Айджи. Ну и ты один вроде собрались. Ну вот сейчас ночь. Очевидно, что Айджи нужно аккуратненько уходить в оборону. И фармить только самые осторожные места. В свою очередь Тейван нужно активничать. Да, ему уже пора бы там начинать чем-то заниматься. Потому что по аэтрасам видно, что у нас Драгонайт. Будет очень мало фармить с Блинком. Он очевидно, что Линни проиграет вообще без шансов. Да, и Найт Сталкер, он, ну, тоже будет присоедать на... Если сравнить его с Тейтхантером. Поэтому Тейван не имеет права фармить. Они обязаны бегать и устраивать движуху. Им нужно. Ну и Найт Сталкер побежал. Искать цель. Ультимейт на готове. Ночь на дворе. На центре Тейтхантер пока торгует лицом. Уже почислил, что такое Дефюзал Блейд от Геро. Но как-то бояться-то один. Бояться чуть глубже зайти. Никакого Вижена при этом не расставляет, что вот грустно. Тут побольше бы вардов. Да, вот он вайт. Ну, как минимум, нужно зайти поставить варды. То есть такой первый смок пробный. Чтобы просто быть готовыми заходить на этот ругончик. И по-хорошему еще нужно второй смок делать вот вниз. Чтобы там тоже либо кого-то развалить, либо расставить варды. Ну, в итоге... Айджи очень хорошо задоджили этот смок. То есть все дружно находились в центре под Вышечкой. Вышечку не отдали. Задефались. Теперь они заходят на другой мчик. Видят, что здесь никого нет. Вышечку сверху они тоже отдефают. И пока Айджи играют шикарно. Вот я смотрю на их действия и понимаю, что... Вот у них есть тактика, Алексей. Они ее поддерживаются. Ну, знаешь, команды настроены серьезно. Я вот почему так смотрю. Вообще спамов раз нет. Никто ничего не спамит. В общий чат. Тишина. Подожди, подожди. Сейчас Айджи на чем-то играть и понесет. Да, да. Но я вот право конкретно эти команды. Редкий момент. Все настроены на игру на 100%. Так, ну что, выходит два убийственных героя. Пока закрывает Леона. Леон оказывается в сайлансе. Фингер в Клока. Клок нажимает стики. И Клок чудом выживает. 90 хп у него остается. И на Транквил их сейчас быстро восстановится. Потратили релокейт. И Айджи будто готовы к контратаке. Выходит Эмо. Вот друг ускорение. Но релокейт завершен. Все улетают назад. Ну, будем считать, что более-менее. То есть забрали Леончик. Это хорошо. Но все равно этого мало. Учитывая, что у нас Вис прилетел. Потратил ультимейт. Учитывая, что у Лины там ультимейт очень быстро от кулдауни. Я бы сказал, что почти ничего не произошло на карте. Там 328 золота. Ну, это там пойти убить 5-6 клипов на Леончик. Такое. Так, яблочко. Ну, кстати, яблочко это очень хорошее айтем. Прям такой сочный. На ХП там либо Геррокоптер отдаем. Либо еще кому-нибудь ради статов. В общем, айтем уважаемый. Ну, пока лучше Гирыч. Гирыч, смотри, 2120. Очень много ХП. С ПТ на интеллект. То есть можно еще и на силу поставить. И там даже не факт, что Ио пригодится. И мы понимаем, что обычный Геррокоптер доходит до Сатаника. В какой-то момент игры. Но пока два кора фармит. Мы видим, что у Т1 наблюдается перевес. Одного кэрри. Неудивительно Ио под ним играет. И там где-то далеко Драгонайт. Где-то очень далеко Найтсталкер. Но Найтсталкеру много не надо. Может быть, какой-то ку-ку купить попозже блинг еще. О, первый фраг пропускаю из четырех, которые у нас до этого были. 2-3 счет, Алексей. 2-3 на какой минус? На девятнадцатый уже пошла. На рекорд идем. Ну, слушай, Лина уже с БКБ. Да, то есть Лина боец. Так, она готова. Тэдхантер с блинком и Худдум. То есть тоже он уже готов рваться в замес и впитывать. Остается только Морф, которому нужно дофармить свои слоты. Мы видим, что он выбирает вариант, где он просто будет качаться по-быстрому в лесу. Заметь, он купил Яшу. Ускоряет свой фарм. И вообще решил собрать Этериал. Этериал. Ну, слушай, все, я думаю, в Ио может залетать. Этериал, туда еще и Фингер. Ну, просто, да, но ладно. Так, ну у нас тут... Ну, это не похоже на глобальную драку. Найс Салкер здесь один ревидж на него отдают. Ну, дождались. Наверечку, наверное. Инвиктус гейминг просто отдали все, что здесь было реально вообще нажать. Ревидж, Лагуна, Эрсплиттер. Ну, жестко, жестко. Инвиктус гейминг. Нам ожидали здесь побольше видеть игроков. А для Т1 это даже может быть зеленый свет. Сейчас пойти самим поиграть. Нароша на зеленый свет. Если вот сейчас призадуматься, то там ревиджа нет. Морфлинг хочет собрать Этериал. У него сейчас очень много денег. Просто вот лежит мертвым грузом. Он, по сути, их никак не реализует. И, скорее всего, одна лина, она там погодой нарошения не сделает. Я бы на месте Т1, ну, как минимум, попробовал бы. Потому что надо как-то реализовывать этот момент. Пушить в лоб сложно. Из-за того, что там комбинация вот где-то, там, леон, они очень круто спамят. И если они ничего не сделают, я буду удивлен. У них сейчас все есть. Блинг у ДК имеется. БКБ у геркоптера присутствует. Остальные ребята тоже на готове. Ой, он еще прожил форму. Вперед, мужики. Давайте смог и въезжаем. И полетели. На треугольнике, мы помним, там обзоры есть. Вы заметили Лину? Эмо, БКБ. Все уйдет. На него не было права не нажимать. Но и сталкер нажимает ультимейт. Все равно полетят. Но после этого это все еще Рошан остается. Потому что Лина будет без БКБ. Оля, естественно, умирает. Эхо-стомом нажать невозможно. Рошан рядом. Рошан рядом. Они, видимо, решили не рисковать. То есть можно пофармить троечку. Можно забрать вышечку первую, кстати. Вторую. Здесь тоже хорошо потихонечку захватываем преимущество. Это нормально после того еще актуально поставить в артер. Пока такая игра у нас спокойная. Неторопливая. Одни и вторые качаются. Здесь, конечно же, очень важно вкачать Элдер Титана для IG, чтобы он просто был неубиваемой машиной. В этом случае дебауп будет висеть на гелькоптере постоянно в виде отсутствия брони. И ночь закончилась. Все, ночь закончилась. У IG есть все необходимое, они готовы. Идти либо в ганг, или даже 5 на 5 пойти подраться. Потому что Борпа там почти триллблейд находится. Тут нужна реакция гелькоптера. Если не успеет нажать БКБ, я не уверен, что Ио успеет нажать тизер и релокейт. Там столько урона будет влито за секунду. Бер здесь униктус гейминг огромный. Ленчик показался. Ошибся, ошибся. Да, пошелось. Скан. Есть. Вот А1. И они понимают, что лучше пока не идти. Драться нельзя. Желательно ждать. Ну, минимум мы видим 60 секунд до появления ультимейта у Ку-Ку. Минимум. Что по саппортам? У Ио мека появилась. Дальше холилокет. Это все понятно. Клок Форстаф хочет дофармить со стороны Инвектус Гейминг. Леон с Блинкдаггером. Тайтхантер с Блинкдаггером. Очень можно любого героя быть. И Рошан падает очень быстро. Скажем так, ожидаемо. Инвектус Гейминг героя для Рошана намного удобнее. И для драки здесь потенциально герой удобнее. Конечно. И вот теперь проблемка. Потому что Морфинг у нас покупает Атериал. По сути, сейчас у IG все первые партии айтемов готовы. Они уже могут залетать замес и разваливать. И Ти Ван не имеет права просто так 6 минут даже в этом случае сидеть и ничего делать. Знаешь, вообще такая игра вот идет. 20 минута, 3 на 4. У нас все идет вообще к тому, что будет пару замесов в игре и на этой игре закончится. Ну и вот он вырыв на Герокоптера. И Ио понимает, что... Окей, пытался. Пытался, старался, но не пошел. О чем и говорилось. Если не нажимает Герокоптер по КБ, Ио не поможет. Там не хватит ни мейки, ни тизера. Ну а реалокейт нажать просто не получается. Да, да, да. И очень хороший герой в этом плане Леон. Потому что он моментально прыгает, дает инстахекс. Мало что можно сделать против такого, если у тебя нет супер сейва в виде ораклы, шаду демона. В общем, кого угодно, кто может моментально подсейвить. И до конца эгрегера, который будет находиться в позиции, что если в него ворвались, это конец сразу. Потому что остальные уроны не смогут нести демоджи. То есть Найсталкер, который бегает, он, будем честны, он бедняж. Бедняж Найсталкер. Да и Драгонайт, вот он купил блинк, да. Но с этим блинком он, по сути, ничего не сделал. Он просто продолжил фармить. Мы прекрасно понимаем, что с фармить блинком быстро он не будет. И айтмов на разгон он не купил. Но Т1, похоже, готовый играть в формате 4 плюс 1. Что у нас есть, вот, Медуза, знаешь, есть герой в таком плане. Ты плюс 2, я думаю. Ты плюс 2, да? Ну, Висп, Яков, Рейплитет. Ну, да, да, да. Ну, я к тому, что единственный герой может реально что-то сделать. Все остальные это 4 саппорта, которые будут пытаться помогать. Но урон, что Драгонайт, что Найсталкер, мы ведь понимаем, не наносит. Найсталкер не может ворваться и убить Мелвер Титана быстро. Он на форстафе от себя улетит. Тут тоже эти форстафы появляются. Где-то потом, если игра дойдет до лейта, и нулифайр нужно будет покупать кому-то. На топе хотят Т1, Дайдраку. Врыв на Морфлинга. Он, между прочим, с Аегисом. И Морфлинга быстро убить не получается. Не выбили Аегис, Тайдхантер с Реведжем. Все еще может ворваться. Тайд ждет момента. Реведж по Герокоптеру можно нажимать. Есть Реведж по пятерым. Найсталкера убили. Герокоптер нажимает БКБ. Леона добили. Флайфлайна перекачки. Аегис в запасе остается. Герокоптер Блэкинг Бар вот-вот закончится. И нужно с Аеведжа отсюда бежать. Прочь. Два в один. Аегис остался. Убили Т1 всего лишь Леона. Я думаю, Морфлинг доволен. Потому что Аегис у него сохранился. Аегис еще можно будет в будущем плюс-минус реализовать. Впитал он по-царски. Тут еще такая момента. Момент, что Тейван какого-то Леончика не хватает, чтобы бёрст дать. Или какой-то Лины. Потому что они вроде бы выдали весь контроль Морфлинга. Но бёрста просто не хватает, чтобы моментально выбить Аегис. Мы видим, да, урон. Урон один Герокоптер. Ну да, один Герокоптер. И это еще одна проблема Тейван. Так как слоты у него рано или поздно закончатся. И герой, который выдает много урона, он по сути будет один. Плюс, значит, такие айтемы дешевые покупают. То есть, Кужилл Блэйд. Из такого мощного, там, что-то на уровне Баттерфляйда и Даусу. Ничего подобного нет. Кстати, летят. Лина без БКБ. Лина по Шадоу Блэйдам. Но тут не уйти. Сентри в запасе есть. Отличный фраг, между прочим. Да. Как говорится, на ровном месте. Не сказать, что тут что-то потеряли Т1. Релокейт по Драгонайту. У Драгонайта Стан уже в 4. И больше пяти сотен для Герокоптеров. Копилка. Герокоптер. Вот уже и агоним. Вот-вот появится. Да. И пока реводжа нет, можно за вышечкой сходить. Например, снизу побить. Или там на уроженскую другую гонщик зайти. Много вариантов доступно для Т1. Пока вот реводж отсутствует. Наступила ночь. И где он пользоваться? Вот он пошел на Станкер. Пошел искать. Вышел на охоту. Да. Отлично ушел. Лори справился. Так. У нас еще один слот для Герочи. Это агоним. Ну, а Драгонайт, вот он качает лес. Можешь показать, да? Вот он качает лес. Ну, вот так вот он фармит. Эх, это судьба Драгонайта, который не купил ни одного этому на разгон. Медленно стоит, ковыряет, просто качает. Он там одного, второго, третьего и... А так медленно, наверное, превращается во вторую тройку. Ну, билд-то особо не отличается от тройки, если приглядеться. Блинк, БКБ. Ворвался. Стан, нажал. И в драке танкуешь урон. Максимально. Тебя, естественно, никто бить не хочет. Драгонайтом тут... Хотя мы ведь видели, Найтсталкера убили в прошлой драке. И не почувствовали. Преимущество Инвиктус Гейминг минимальное. Несмотря на все это, несмотря на предыдущую очень удачную драку. А Эггис больше использовать уже не получится в драке. В следующий раз Валаталай будет без него. Они все настолько уверены, что они вообще решили даже Эггис не реализовывать. И, может быть, сейчас эти лансы смогут их на этом поймать. Вот они, видимо, запомнили, когда Эггис выпадет. И собираются сейчас провести атаку прямо в момент, когда Эггис выпадет. И вот они пошли, пошли. Хороший тайминг. Ну, бля, Т1 это классный момент. А Эггис пропал. Сэвэдж вышел, но очень аккуратно. Естественно, Геррокоптер это не тот герой, который должен идти первым. Тут, благо, есть персонажи. Тут три героя, которые могут идти легко. Найт Сталкер, Драгонайт и Клок. Есть полет. Морфлинг улетает на вейформе подальше. Найт Сталкер идет просто тушить саппортов. Но это неплохая идея. Убить быстро Леона. Нужно, главное, идти дальше. Не останавливаться ни в коем случае. Морфлинг немного дает битву Блэкинг Бар. В запасе остается. Сэвэдж бежит вперед. Эхо стомп. Контр-атака намечается. Карл нажимает по КБ. Но Сэвэдж нет. Сэвэдж. Больно Сэвэджу нужна помощь. Блэкинг Бар и воюет. Но он все еще один. Подлетает Ио. Мека есть. Стики есть. Геррокоптера пробивает сквозь Ио. Леон выкупается. Минус три. Энвиктус гейминг делают уже. Погоня за Карлом. Карл нажимает телепорт. Прячется в лесу. И в этой зоне найти его не смогли. Три в два. Байбэк Леона. Леон здесь особо и не пригодился. По итогу хватило урона. И так Геррокоптера в таких ситуациях мы видим не хватает Сатаника. Чтобы очень быстро вернуться в драку. Восстановиться и кого-то еще убить. Да. Геррокоптеру очень много чего не хватает. Видно по урону, что если его дебафает Тайдхантер якорем, то там слишком много урона уходит в молоко. При этом еще Элдор Титан неприятно дебафает. И Морф довольно таки круто наваливает. И я напомню, что это Морфинг, который имеет магический билд через Этериал. Что же будет, когда он купится там Киды, Идалл, Сатаники и прочее. Ну Алексей, уже... Ну такой переломный момент. Вся власть у IG. До этого еще было шаткое положение. И IG не был уверен, что они на карте закрепляются. Теперь да, это чувствуется, что у Inimitus Gaming 2 очень сильных кора. Да, я напомню, что эту драку они выглядели без рэм. Если это... При том, что у нас Гирокоптер успел прожать Блэкинг Бар, он выдал весь флэкэнон, он выдал весь свой раскаст. И это, ну по сути, идеальный расклад для Ти Ивана. А если у нас будет расклад, где первым прыгает Леончик, и потом продлевает Айдхантер, то там уже все становится ясно. Поэтому здесь уже... Вот. Все в руках IG. И если они не ошибутся ни разу, то Ти Иван уже... Им пора начинать думать, что же будем делать в следующем. Пока проблема на очевидной. Не хватает урона. Нет такой ситуации, что на Морфлинга ворвались, и получилось его убить там через танк. Нет, он обязательно нажмет перекачку. Нужно попозже поговорить о диффузах. Еще раз вот этот предмет первый, который появился у Сайваджа. Пока драка. Тайт. В моменте. Блэкинг Бар. Карл активирует. Врывается на Леона. Леон после выкупа. Леона убили. Не будет его целых 70 секунд. Неплохой хестом. Гирокоптер его пока вне игры. Лин на контратаке, на Найт Сталкера. Вейформ. И есть фраг на Нессе. Джей Ти уже замахнулся, будто рэвиш был готов нажимать. Последний момент его отменяет. Байтил на Блэкинг Бар, будто... Размен Леона, который после выкупа. Но и Найт Сталкер умирает. Да, да и нормально. Найт Сталкер, я бы даже, наверное, сказал, в этой игре поопаснее. И намного полезнее Леону будет. Даже несмотря на то, что он тройку. Он просто очень важные функции выполняет. Поэтому, если его нет, то очень сложно начать игра. Прям нереально сложно начать драку. Вообще, в кого не начнет драку, вот уже сморочный герой слева. Там у нас Лина, которая стоит сзади, с БКБ несложно подойти. Тайт Хантер невероятно плотный. Он почти всегда выживет против любого Раскаста. Ну и Морфлинг, который там катается, он уже почти не убиваем. Алексей, только Рапира спасите. Остается фармить, да? Только Рапира. Я вот смотрю, что хочет собрать Гирокоптер. Конечно же, Сатаник это хорошая вещь. Но без Рапира ему просто не хватит урона, чтобы эффективно отхиливаться. Потому что у твоих союзников урон не появляется совсем. Драгон Найт. Ну, Сильвер Редж. Ну да, это в какой-то степени урон. Да, у тебя криты. У тебя первый удар будет. Это силовик. Атак спид у него не самый высокий. Поэтому здесь... Ну, он как бы... По большей степени моему Шэдл Блейн нужен, чтобы начать драку. Это как минимум. О, дальше посмотрим. Да, мы понимаем, что Драгон Найт. Его цель ворваться в какого-то Леона. Элдер Титана. Сильвер Реджа, может быть, это Тайтхантер. Но с Морфлингом должны расправляться другие игроки. Клокверк. Покупаю тебе книгу. После Форстаффа ничего нет. Повезло с лесным предметом. Философский камень носит с собой. Денежки как-то капают. И Инвиктус Гейминг сами выходят в атаку. Мне нравится оппозиция Т1. Они будто готовы этот момент принимать. Не хватает только обзора. На возвышенности. Тогда можно было бы воевать. Но Инвиктус Гейминг тоже. Ведь не глупцы, чтобы так идти. Такую позицию на чужой треугольник. Не имея вижна. До Рошана минута 20. Это Рошан может оказаться важнейшей единицей. На этой карте. Либо Инвиктус Гейминг уже закрепят преимущество с Аегисом. Пойдут заканчивать. Либо Т1 дадут борьбу. А мне очень нравится то, что IG не пошли на вражеский треугольник. Где Т1 были готовы принимать замес. Они по-прежнему тусуются. Просто потому, что... А этот треугольник уже не важен. Главное, чтобы сверху стояли вардики. Главное, чтобы там был захвачен авопост, на который можно полететь с байбека. И не могли полететь с байбека Т1. И по сути у Инвиктус Гейминг для замеса на Рошане все готово. Они в любой момент могут просто прийти и поймать кого-то на варди. Нужен только второй смок. Под самого Рошана. Первый был такой проверочный, а второй был... Нижнюю вашню силу света топор. Ну что, топор есть. Сатаник близкий. Да, но это не то. Это еще не то. Тут нужен урон. Мы ждем после Сатаника этот предмет. Но IG ждут. IG просто стоят, ждут на месте. Куда ему ходить-то? Все, Рошан появился. Об этом знают игроки Т1. Плок закинул ракетку. 10 секунд еще не появился. Что я сказал, что он появился? Он еще 10 секунд остается. Фивиан уже выйдет. Нужно обойти Тайда. И Сатаник пришел. Герокоптер. Вот он дает, он их видел. Опа. Врыв на Тайда. Но Сильвера-то пока нет. JT нажимает. Травич в последний момент. Савич под Блокинг Баром. Убили Леона. Разменяли на Драгонайта. Расплитер по 2 им залетел. Герокоптер воюет с Морфлингом. Один на один. Флай-флай пока разворачивается. Герокоптер с ДД. Вот. Вот она важная точка. Герокоптер, правда, пока встанет. Стоит и остается в Драхе уже один. Один против себя. Герокоптер под Олибардой. Драться не может. Флайка нет. Еще одну секунду. Герокоптера убивают. Минус 4. Инвиктус гейминг делает. Морфлинг превращается в Герокоптера. Сам нажимает флайк. И расстреливает команду Т1. Да. Ну, тут красавчик Тайтхантер. Я могу сказать, что он просто идеально принял смок. Он вышел вперед, впитал. Да, он там дэмэджи выдал немного. Но самое главное, что он поймал вообще всех на этот вижен. То есть Морф прекрасно понимал, в кого нужно вкатываться. Как отойти от Герочи, когда он там всех лупил через твайкен. И по итогу. Вот флайк-рекап, он забавный вообще. Вот этот урон, посмотрите. Урон у Т1. Коры. 649 Найт Сталкер. И у Драгонайта 95. Это та самая игра в одного кора против двух, которых еще и довольно-таки круто бафает. Ну, Элдор Титан тем, что он дебафает оппонента. И здесь вот даже руна дабл дэмэджи не решает. И теперь, если пофантазировать, а что же может помочь Т1, то нужна руна дабл дэмэджи и еще рапира сверху. Вот тогда, может быть, Морф там в драке что-то сделает. Но сейчас видно, что математически они эти замесы не тянут. Вообще. Не фармит Драгонайт. Это ощутимая проблема. У Драгонайта и на Творс не повышается. У Найт Сталкера-то, в общем, тоже. Блокинг Бар Сабли, а для 33-й минуты это мало. Ну да, и вот та самая эпоха Найт Сталкера, она уже давным-давно прошла. Потому что у нас уже, как минимум, два героя имеют Блокинг Бара. Тайт Хантер вообще поровну, что на нее набегает Найт Сталкер. Ну, а то, что Найт Сталкер рубает саппортов, да, это может быть и здорово. Но сейчас основная угроза это Морф Лина. Два кора. Ох, Лина уплотняет. Сатаник сейчас приедет. СНС Ринг есть еще у Эмо. Талант есть, да. Ну и вот 3 КХП у Лины. То есть Лину ворваться и убить не получится, как это обычно представляется. Она нажимает БКБ, нажимает Сатаник и все. Она там сама еще всех убивает. И ты не можешь ответить. Мы снова возвращаемся к моменту, что у Т1 нет этого бюрста урона, чтобы убить быстро. В отличие от Инвиктуз Гейминг. Леон Гост, Блинк Даггер. Ну и Форстаф. Это классический закуп против Найт Сталкеров. Да, Форстаф и тут их у саппортов хватает. Два форса этого уже будет достаточно. Но Инвиктуз Гейминг готова заходить на хайграунд прямо сейчас. Флайфлай с Айгисом идет вперед. Что делать до 1? Непонятно. Как начинать драку, на кого нападать? На Леона уже несколько раз нападали неплохо, но дальше идей нет. Что делать, никого убивать не получается. И первая линия падает. И заметьте, как это быстро. 10 секунд, все упало. 50 броневого морфа. Удачи это пробить. Если вспомнить айтемы Герокоптера, что там на урон? Там почти ничего нет. То есть у него айтемы, диффуза. А давай, кстати, диффузом вернемся немножко. Вот пару минуток пообщаемся. Решили ли здесь диффуза? Или это был прям лишний предмет, который фарм Герокоптеру не дал нужный и ничего не сделал? Ну, давай будем честны. Если бы они просто фармеры, как они, в принципе, это и делали, то вообще не важно, что он собрал. Сам геймплей Тейвал, он такой, как будто они намного сильнее в лейте, но я говорил с самого начала, что если они не захватываются и за 25 минут эту игру не выигрывают, то дальше им ловить в этой игре нечего. Сейчас он уже думает о Скаде, но, опять же, повторюсь, уплотняться против Элдер Титана это вообще бессмысленность, просто потому что неважно, сколько у тебя хп, если у тебя 0 брони, тебе хп не помогут. Поэтому здесь, ну, очевидно, что все, что он может сделать, это пытаться убить всю команду за Флакена, если этого не происходит. Ну и мне нравится, как IG, вот так вот аккуратненько, осторожненько, методично, не торопясь, несмотря на то, что у них хайгис преимущество, они все равно как по учебнику подходят, кажется, как хайграунду, идут только вот по левой стороне, чтобы вообще, не дай бог, никого не зацепили. Там старается у нас крип скипнуть Драгонайт и, по-моему, делает это весьма успешно, да, вот он там бегает по центру, старается. Крипы по верхней линии все равно заходят. Да, 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 но вот крипы по верхней линии зайдут и Морс начнет бить база. Ого, что это за ночь? Найсталкер просто нажимает ультимейт. Естественно, обрываться не хочется, у Морфлинга все еще, аэгис, полтора минуты, надо чуть подождать. И все очень хорошие позиции, но Драгонайт ворвался, смотрел, нашел. Найсталкер обрывается в двух, попытка быстро убить Леона, Леон под гостом, как же Леон долго живет? Лину закрывают, но Лина там уже из БКБ и с Сатаником, фингер минус Клок, Клок без выкупа Титана убили, он тут же выкупился, вернулся в игру. Герокоптера подкопали, Ио Реалокейт нажимает, готов Герокоптера спасать, Герокоптер нажимает. Ох, боже ты мой. БКБ в последний момент, что-то я прям Т1 совсем не узнаю, очень много ошибок. Колдаун. Ну, а драться-то нечем. А там снова, снова Райвач остается. Герокоптера, после Реалокейта, цепляет Герокоптера. Ио привез назад, это полный провал, Т1, нужно просыпаться, нужно просыпаться, слишком много ошибок, просто уже Т1 поплыли вот эти последние 15 минут. Но играет до конца, Герокоптер выкупается, ребята из Инвектус Гейминг под Т4, может стоит развернуться, Герокоптер усыпили, он получает Хекс, Мана Дрейн, Ио нажимает тизер, бесполезно, гуд гейм, победа Инвектус Гейминг и Флайфлай близок был к Рэмпэйджу, но в итоге только ультракилл. Ух, ну, первый минут 20, но казалось, что окей, вроде как фарм идет и стоит с другой стороны одинаково, но дальше, Дмитрий, ваши аналитические данные-то раскрылись, потому что команда Т1 с этим драфтом ничего не могла делать. Вот эти саппорты относительно бесполезные получились, да и Найт Сталкер себе не окупил, поначалу ведь Тайдхантер и Найт Сталкер примерно в одном геймплее исполняли, дальше Найт Сталкер просто пропал из игры. Есть для Т1 рекомендация такая, что если уж они собираются ухать в Лейт, они хотят пофармить, то им нужно брать, по сути, то, что взяли Айджет, Элдор Титан какой-нибудь там, Морфлинг, второго Кора обязательно, Центр тоже вот что-то линоподобное. То есть если уж они собираются играть в такой Лейтгейм, то нужно обязательно брать героев, которые развалют в Лейте, потому что здесь, по сути, это был Герокоптер один против всех, и мы видели, что он старался, но не хватало, не хватало. Ну не то, что я ожидал увидеть, вот эти последние минут 10 очень много механических ошибок и Т1, я надеюсь, они это исправят. Возможно, вот тот самый момент, когда начинают дрожать руки и просто становится страшно. Ждем вторую карту, пауза, как всегда, минуток 10 и посмотрим, что Т1 смогут показать там. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 там, и может быть, да, но мы понимаем, что IG эта команда очень высокого уровня, который, очевидно, что все эти моменты пресекает. Вот, поэтому сейчас срочно нужно что-то придумать. Тейван, вот они придумали себе Dead Hunter бабку, это уже неплохо, это уже довольно-таки мощный замес до стадии блокимбаров. Они вдвоем там могут убить полкоманды вообще на изи. И на месте Invictus Gaming нужно придумать, как это пережить. То есть, как мы видели, любые страдки с врывом в Тейдхантер, они не особо рабочими, просто потому что Тейдхантер слишком плотный. Поэтому пытаться пережить бёрст Тейдхантера, ну, назовем это бёрст, а кулдаун. Пытаться пережить кулдаун Тейдхантера, они будут за счет Абаддона стараться. И вариант неплохой. Почему? Потому что если Тейдхантер нажимает ревод, что как минимум Абаддон уже нажимает ультимейт, выходит из стана, сразу же дает щит и выводит второго героя из стана. И вот уже два героя убегает от ульта бабки, а потом на развороте разваливает. Как вам план, Алексей? Классно. Абаддон вообще герой универсальный. Мы против вот этих метов бисмастером Абаддона можем часто видеть. Абаддон это идеальный герой, чтобы просто любой кэри, который к тебе приходит, ты любого кэри можешь максимально облизать со всех сторон. Я бы хотел обсудить баны, и уже примерно я понимаю, что будет происходить. Манки Кинга мы, похоже, видеть будем редко. Потому что если посмотреть матчмейкинг профессиональных команд, то Манки Кинг, он пикается чуть ли не всеми. И всеми имею в виду и кэри, и саппорт, и тройка. Настолько универсальный, удобный герой, что мы просто его не видим и боюсь, что видеть не будем. То же самое касается Тинни. Если посмотреть кэри игроков, то почти все тренируют этого героя. Тинни стал сейчас слишком силен. Притом он также может пойти на мид, купить блинкдайгер и бегать, разрывать карту. Легкую, да. Он может как угодно пойти. При этом он очень круто сочетается со многими метовыми персонажами. Он отлично сочетается с Леоном, который выдаёт бёрст. Он прекрасно улыбается Лине, которая опять же может полежать его лагуны сверху. При этом он классно танкует на самом деле. Ну и если вот брать такой суперлей, то всякие лордитаны ему не угроза просто потому, что у него зелёная броня и всегда какая-то защита у него будет. Поэтому, да, Тинни очень и очень крут. Поэтому мы ищем замену Тинни. Вот замену Тинни нашли в виде Арбуза. Арбуз пока разваливает. То есть за место в 5 на 5 он смотрится достойно. Но здесь есть момент. Момент такой, что у Эджа ещё не видны коры. И могут появиться керри персонажа, которые, допустим, не боятся дебафа в виде минус урона. Так, ну, например. Мне вот, когда я комментировал недавно, по-моему, играли тип спирита, которые ферст пик и Тайтхантера всё время на сложную линию для коллапса. Мне очень нравился выбор этих героев для LGD. Либо Трайдера медового, которому, например, Тайтхантер ничего не делает. LGD брали. Некрофоса, которому, опять же, этот дебаф, да какая разница? У него там основной урон уходит с херстопера, пульса и рипера. Ну, и здесь пока вот мы видим Дума, который, ну, по сути, тоже его основной дэмэдж — это там огненная земля, инфернал блейд, но вот явно не белый урон с руки. Поэтому выбор хорош. Дума. А, ну и Эммер, который просто бегает сзади, его, по сути, очень желательно дебафать. Если он там находится далеко и постоянно держит дистанцию, то ему очень сложно порезать урон. Если мы о каком-то контрпике можем подумать, это Сларк, да, который сейчас популярен, который классно заходит против Тайда, ты стоишь на линии, прокачиваешь пассивочку, начинаешь его сразу есть тут же. Я бы этот вариант не исключал. И Сларк при этом очень круто может Шторма поймать. Казалось бы, Паунс, но для Шторма это реальная опасность, что ты за Паунс умрешь. Ну, еще герои с Аватаром неплохо смотрят, довольно-таки достойно смотрятся для IG, так как здесь налицо вот этот огромный магический урон. То есть три героя уже вносит просто тону дэмэджа, добавляется четвертый герой в виде Луны, и уже какие-то герои вышли на уровне Джиггер, на Айкса, который имеет Аватары. Они смотрятся солидно просто потому, что какое-то время им вообще эти герои ничего не делают. Мне очень нравится Джиггер. Луна от Т1 это самый любимый, я бы сказал, герой Сэвэджа. Он играл на Луне больше всего игр в Мэме. Прям спамил постоянно и дождались. Вот по поводу еще Абадона, я заметил интересную тенденцию Виктус Гейминг. Они стараются Оле почти всегда отдавать героев, которые максимально могут дать комфортную линию для Кэри. Я вот смотрю, тут прям список. Это Абадон, Undying, Warlock, Trend Protector. Это все герои, которые позволяют просто дать комфортную линию. Кор, там обычно об остальном ты даже не думаешь. И в этом плане Ньютус Гейминг играют в своем стиле, привычном. Ну и если посмотреть на их баны, то они прекрасно понимают, что же может их закрыть. Сейчас немножко наказывают они Т1, потому что эти ребята взяли Шторма и Луны. На самом деле имхо Шторма они поторопились взять, потому что можно было бы взять и попозже его. Он не так часто банит, он не так часто пикает. А вот Шадоу Демон, который, на мой взгляд, на весь золото, в комбинации с Луной, особенно против Леона, который будет прыгать первым и давать Хекс, он был реально на весь золото. И вот теперь нужно срочно найти Ивана, найти какую-то альтернативу. Желательно мини-поцейв для Луны. Минус ТБ. Да, кстати, очень тоже неплохой вариант на Тайтхантера поставить на линию. Ну, я бы голосовал за Сларка здесь. Тоже хорошо. И Лайфстиллер, вот их Джаггерналу-то предлагал. Еще есть Лайфстиллер, который тоже нажимает рейдж. И все герои снизу становятся практически неактуальны. Там много героев есть, на самом деле. И в рискинг даже в этом раскладе смотрится более-менее просто, потому что он может там поставить Шторма, например, впитать Эклип с Луны. Но ребятки решили сделать выбор в пользу тролля. Он очень крут, когда добирает 25-й. Вот до 25-го левела там, конечно же, есть такие мини-риски, но, с другой стороны, в команде с Абадоном он почти себя нажмет ультимейт. Поэтому миссия тролля в этой игре — это впитывать ультимейтом Эклип с Луны и отхиливаться. Да, вариант тоже достойный. В очередной раз у нас нет никакого проседания на линиях из-за того, что у нас тролль плюс Абадон — это Милишник и Рейнджевик. Причем герои хорошие. На сложной линии мы имеем Дума плюс Луна, тоже здорово. А у Тейван вот слабость появилась в виде Шторма на Тетипик, и с этой слабостью что-то придется делать, потому что в ближнем бою он тут не боец. В ближнем бою его здесь просто порабощают. Дум, Леон, частичный Эмберспирит. Какая-то четверка. Видишь, тут Шторм Дзямон стал еще понятнее. Бан — это ведь классная защита. Или тролля закрыть, или своего союзника закрыть. То есть даже не говоря про иллюзии Луны. Может быть, какой-то вообще Рубик. Тут очень много чего можно воровать. У Леона под коп, у Абадона и Фотик Шилд. Под линию к Тайду. Как думаешь? Я бы бабку ставил на линию с Тайдом. Бабулю. И пятерочку под Луну, ну да. Да, любую-любую абсолютно. Можно даже какого-то Милишника, например. Ну, просто потому что нужно, чтобы кто-то шел вперед помимо Тайда. Потому что одного Тайда может быть мало. То есть если брать пятерочек, то, наверное, одна из немногих — это Клокверк, который без лотов хотя бы прыгнет вперед, но даст вижн, впитает урон. Но вообще тут ни один герой не спасает Пик Тайдом в очередной раз. Просто потому что, опять же, Шторм — это герой, который здесь ничего не делает в мидгейме, от слова совсем. Дизраптор нынче очень популярная пятерка. Я не уверен, правда, что с Эмбером там получится совладать. Грамотный Эмбер, он может и фистами игнорировать Глимс, но в целом в этом плане Абадон не очень полезен. Он на Фотик Шилдом от Статик Шторма-то не особо спасает. Здесь почти пока для Эмбера фри игра, просто потому что ловить его нереально сложно. Ну, что у нас имеется? Один Ворток Шторм Спирита, который всю игру будет опасаться Думбрингера. Печенька, от которой можно просто улететь на Рембн. Да, и Ревенш Тайдхантера. Сложная ситуация для Тивана, не тратить все свое время. Джаки Иро, тоже отличный секьюр линии. Может быть, это дополнительный контроль появится. Ну, это не возьмут, да, в голову придет последний. Ага. Это Тайд Саппорт? Да. Нет. Нет. Это Снэпфайр, позиция 4. Луна Кэри. Шторм на мид и Тайд Саппорт. Тайд Пятерка. Да, и Найд Саппорт Тайчик. Вайт Мун будет на Тайде. Но видишь, получилось, что все пришлось менять. Я не уверен, что Т1 планировали из Тайда делать Пятерку. Но вот как-то подрафт у них сложилось, что ничего они не придумали. Хитрее. В то время как у Невиктос Гейминг все понятно. Да, как открытая книга. Каждую букву читаешь. Очень удобные линии. Универсальный мид Эмбер. Очень много денег теперь нужно на Тейван, чтобы все это раскрылось. Да, то есть нужно и Шторму одеться где-то, найти там Блэкинг Бар. И Луне нужно очень много слотов. Най Сталкер мы видели по прошлой игре, что у него с фармом не Ахтябрь. С фарма он тоже такой себе. Просто я там сайлю все саппорты, на этом все. И Тайд Хантер, который без Блинк Даггера здесь испытывает большие проблемы с тем, чтобы войти в драку. Поскольку можно просто получить Дума и улететь. Или просто Эмбер его там фистами запинает. Ну, вообще Айджи молодцы. У него в очередной раз показывают очень хорошие драфты. Хорошая стабильность. То есть почти никаких слабостей. А исполнят они тоже на уровне. Ну, а Тейван пока такое. Что-то они вот уперлись в этого Най Сталкера и с ним у них совсем не идет. Да, интересно, почему именно Най Сталкер? Неужели он герой, знаешь, который прям действительно настолько классно смотрится? Я бы, знаешь, мог представить какого-то ОД. Там появляется ОД. Такой, ну, тролля закрыть можно, Абадона можно в ультимати закрыть. Или такой герой, который ультимативно меняет вообще ход любой драки. А здесь интересно. Как Ку-Ку покажет себя на Най Сталкере. Потому что предыдущая карта, мы видели, что Най Сталкер максимум убивал саппортов. Пока супер по драфту выглядит так, что Марча переигрывает. Да, ну, то вообще, вот мы вспоминаем прошлую игру, там, Тейт Хантер и Най Сталкер. С одной стороны, просто герой нападает, нажимает Саленс и в лучшем случае душит саппорт. А с другой стороны, реводж по всем. Вся команда находится в стане, Тейт Хантер режет физический урон. Потом еще и минус броню делает тому же герокоптуру. И в конце концов, его убить сложнее из-за Кракеншелла. Вот такая вот разница. Это небо и земля. Ну ладно, иногда кажется, что ситуация очень тяжелая. В итоге команда показывает хорошую доту с не самым очевидным драфтом. Давайте смотреть. Т1 против Инвиктус Гейминг. Инвиктус Гейминг впереди. И осталась последняя карта в этой встрече. Так, ну и, естественно, Оли, мы помним, на прошлой карте он отдал ФБ. Здесь он в похожей позиции, оказывается, с вардами бежит. Айджи не хочет содраться в начале. Троль, конечно, уже хороший персонаж, но Дум был бы рад вкачать поедалку на первом левеле. Да и Луна лучше, да? Ведь с пассивкой для драки, чем троль. Да, да, да. Да и Эмбер как-то у нас вряд ли там в замесе сделает много в хоризного в начале. Поэтому лучше всего просто подсветить и убежать. Слушай, ну печенька нет. Ну, там щит будет. Пока. Там щит. Бесполезно. И Луна не хочет качать бим, как ты понимаешь. Потому что уже пассивку, да, Savage прокачал. Даже чтобы не было у него вариантов задуматься. Ну, само собой. Это вообще, когда вот такая рекомендация, да, вот если в папочке играешь, там вы куда-то идете, просто качай пассивку, чтобы потом это... Сорян, бацаны, я прокачал. Он, видимо, так же сделал. Неплохо выглядишь. Да, встреча такая же, как и на прошлой карте. Вайт Рассоле аккуратнее. Ну, и Т1 перетягивается на верхнюю руну. Здесь Инвиктус Гейминг почти в полном составе. Только тролль один против Найт Сталкера снизу. И будет битва. Карл выходит. Вайт Мун ничего не прокачивает. Есть баунти руна для Вайт Муна. И снизу руна для Ку-Ку. Битва при этом здесь продолжается. 3-1. По итогу по рунам баунти в пользу Т1. Ну, IG правильно сделали, что решили не бороться за эту руну. Просто потому, что стаб у них не для этого. И лучше уж отдать баунти руну, нежели отдать ФБ вначале. Здесь все было сделано четко. Так. Сэмбер против Шторма. Классическая битва двух спиритов. Что воет, спирит, что эмбер. Вот в любом этом сочетании. Взять Шторм здесь мало вероятно, что будет происходить что-то. Хотя вот Шторм как раз на четвертом уровне, он потенциально убийца. Когда Вортекс появляется, резко может оказаться герой на лоу ХП. И там Вортексом зацепить, убить. Что по саппортам. Ну, саппорт, кстати, вот тут тоже снэпфайр очень классно может гангать. Там в спину зайти, замедлить печенькой, прыгнуть. Но попозже. Пока, естественно, Ксэфер на линии с НС. Пока у нас ободончик работает. Хорошо разменивается. Пробежал милма елочек. Схватил дистанцию. Не получил лишний урон. Значит, Найсталкер на такой стадии не особо ты ассистер. Найсталкер у нас нужно бороться против тролля. Ну и один в один тролль, понятное дело, что до ночи он просто разваливает без вариантов. У него там замедление. Он постоянно тачкует с руки. Он, если что, еще и миссы может повесить. Поэтому в очередной раз у АДЖ. Вот мне очень нравится то, что у них в очередной раз. На легкой линии вообще никаких проблем. Там стоят ребята и до ночи чилят. Разный геймплей. Мы смотрим на кэри команды Т1, на кэри Виктус Гейминг. Здесь Тайд не может быть так полезен. Он не может идти с Леоном так охотно тычковаться. Как раз, что всегда можно спамиться, еще и подкопать. А снизу Абадон продолжает гонять. Активно. Ну ладно, мы понимаем, что Тайд на уровень 6 когда будет. Он ничем принципиально от Тайда тройки отличаться не будет. Потому что слотов нет. Реведж есть. И там можно будет выходить, выдавать урон. Выдувать контроль. Если в условии, если Абадона не будет рядом. И Абадон, я кажется, на уровень 6 сам. Но об этом ты уже рассказывал. Что включается ультимейт. Щиты и два героя бегают по драке. На реведж им плевать. Ну вот сейчас Тайд Хамтеру вариант просто пулить. Потому что он может и дальше стараться бегать, впитывать урон. Вместе с Луной. Но там рано или поздно Реган их закончится. Единственное, за счет чего они чувствуют себя сейчас хорошо. Это за счет того, что сам по себе думал. Какой убийца. У него там стоит, Крепчиков хавает. И ему тоже норм. В один момент пулить придется. То есть линию нужно будет вернуть. Кстати, можно уже об этом задуматься прямо сейчас. Потому что у нас там высечка гушится в сторону дома. Но пока нет. Так, медиа на что? Ну, Шторм очевидно, да? То есть Шторм против любого милишника. Он всегда во всяком случае оставил очень-очень хорошо. Когда здравствуют ремненты. И Эмбер, он просит себе боттл. По сути, все, что ему нужно, это тоже подстакивать лес. И по кулдауну забирает рон на карте. Эмбер будет силен где-то там в левелах к шестому, к седьмому. Ну, пока Ксофер играет без печеньки. Билл Шреддерс. Скаттер Бласт. И никаких станов на этой линии нет. Напасть не получится. Но, в общем, снова причина понятная. Хоть их шута по донам мгновенно, даже нет смысла пока в этих становах никаких. Так что Эмбер уходит в лесочек. Сделал себе стаки. Там уже дальше по нетворосам будет понятно. Потому что по крипстату разница небольшая. Но мы понимаем, что Шторм почти все забирает с линии. Там совсем мало крип. 0-0. Дмитрий, не поверите. Снова четвертая минута. 0-0. И даже нет никаких предпосылок. Снова вроде как снизу там контакт вечный. Но нет ощущения, что кто-то уже на грани, чтобы умереть. Оли просто разменивается. Об убийстве тут Абаддона кем-либо даже речи не идет. На топе ситуация похожая. Но тут Луна все же со второй пассивкой. Там подгашка какого-то Леона напасть. Если получается так, что условно Лина не оказывается под подкопом Леона, то Лина, Луна. То Луна пойдет и убьет. Это реально. О, кстати, у Тума крип прикольный. Но хочется какого-то там, знаешь, сатира взять на хп регион. Что-нибудь такое хочется. Этот крип очень хороший, когда потом команда собирается вместе. Просто все пять героев бегают по этой ауре. Очень быстрые, очень мобильные. Поэтому, я думаю, Дум мечтает о чем-то таком. Но пока просто раз уж есть, пусть будет это. Ой-ой-ой, Тай только уходит. Тут же нападение. Земля работает. Гаш на КК. Есть еще и Хекс. И это... Это неужели не ФБ? Это ФБ. Это ФБ забирает, правда, не GT. А саппорт команды Эмиктус Гейминг 1-0. И вот тут я вот думаю, да. То есть, дважды они берут Найсталкера. Дважды их кора напрягает на линии. Они мало что могут сделать. Там постоянно подушивают. В прошлой игре это был Герокоптер. В этой игре это Луна. Ну, там, если что, на стаках он своего лесу забрал. И здесь ситуация похожая, да. То есть, это Найсталкер, который не так сильно гоняет тролля. И тролль мы видим по Нетверсу. Ну, по Крипстату он уже топ-2. И Найсталкер, который до ночи все это время просто фоткает тролля. Поэтому здесь вот видно, что пока история повторяется. Один в один для Тиева. Тайт Хантер теперь. На него напали Якорек по Леону. Неожиданно сам Леон умирает, а GT не может идти дальше. Неожиданно. Тайт оказывается, хоть и, может быть, не так полезен, но он очень плотный. 940 хп у него. Кракеншел в 2. И ручками его просто так уже не может подойти, думая, бить. Крип Айс Армор. Он крутой, но это не крип, чтобы идти убивать с ним. Это крип, чтобы комфортно стоять пока на линии. Он еще, смотри, идет руну тырить. Там пробежался. Гордец поставил. Будет готов. Судя, это, конечно, нужно забрать руну. А лучше две. Это вообще будет. И Эмберу нужно быть готовым. Вместе с Леоном, посмотри. Ну, тут перекликать может просто. Эмма, шторм, неожиданно врывается. Эмбер не так много ресурсов. Подкоп по двоим. Хорошо, Эмма нужно уходить. Руна вообще выпадает снизу. Волшебство. Лучшая руна для шторма в любой момент игры. Центральную башню сил света атакуют. Так, ну а Дум остается один на один. Да, когда у тебя есть армор, когда у тебя 14 брони, фейсбутс, тебя можно оставлять одного, ничего страшного не случится. Тут, правда, три героя оказывается. Вот это неожиданность. Бим. Гаш. Земля включается. Печенька. Печенька попадает. Дум нажимает стики. Очень жирный Дум, кстати говоря. И вот они работают. Брони 10 единиц. Становится теперь 14. Гаш закончился. И даже контратака. Земля. Абадон идет вперед. Ну, нет. На этом пока все. Но Дум уже работает, да? Все-таки получилось. У нас где-то лосамок грибчика, который существенно помогает ему стоять на линии. Видно, что очень много ресурсов тратит Тейван на то, чтобы убить Дума. А если честно, это не самая лучшая цель. Просто потому, что он регенится, у него ГХП. И будем читать это тройка. А там еще у нас Эмбер бегает, качается. Тролль чувствует себя хорошо. И по-хорошему Тейван бы сместить фокус на линию к Насталкеру. Потому что пока работает ночь. И тролля можно наказывать. Потом, как только ночь закончится, там будет очевидно, что тролля оставляют одного. И все ресурсы перекидывают наверх. Инвиктор с гейминг. Ну, в итоге у нас тролля никто не трогает. Он стоит один на один. Простать Сталкера ему в кайф. Ну, а здесь вот Леончик, Дум и Абадон просто выезжут, пока с этой линии свалят оставшиеся члены команды Тейван. Можно сказать, что тролль стоял чуть ли не один против двух. Мы ведь видим, какой уровень у тролля. Шестой уже. У Насталкера только пятый. Притом разница в целом уровне. Абадон старался вообще опыт не воровать. Он где-то далеко бегал. Крипов отводил. Гонял на дистанции огромную, чтобы мог спокойно флай-флай фармить. Флай-флай аккуратен очень. И подходит на отвод. Забирает здесь крипов всех. Рун контроль очередной. Тайтхантер. Рядом есть Снэпфайр. Эмо. Воюет. Ну, Тайда убить тяжело. Тяжело. Пока Эмбер не готов. Эмбер тут же прилетает вниз. И руна иллюзий попадает. На топ ее забирает. Эмбер очень быстро убил Карл один. Но вот так вот Эмбер сыграл. Очень рискованно. Считал, что хватит одного Абадона. В итоге Карл делает двойное убийство. Неожиданно. Этого прям Invictus Gaming не ожидали определенно. Пришел Doom. Получается отомстить за одного. И реведж не дать. Реведжа нет. Залетает Doom. И убежать невозможно. Мгновенная месть. Кто в плюсе? Вот только по итогу надо понять. Я думаю, Шторм. Посмотри, как он вырылся вперед. Посмотри, как он обошел Эмбера. Это все-таки соло фраг на двух героев. Но Карл пытается наказать. Фраг сейчас, скорее всего, это сыграет ему минус. Просто потому, что если он погибает, он пытается. Как он живет-то, а? Он не выезжал. Да, то есть сейчас, по сути, это все я дал обратно. Ихспу, и голдулечку Эмбер будет его догонять пока, что он будет находиться в таверне. Но начало было хорошее, такое, бодренькое. Вот он на Night Stalker, кстати, неожиданно прилетает. Но он сейчас может получить по голове сам. Леон подкоп дает на Snapfire. Может быть, рановато. Немного можно было на Night Stalker напасть и всем дружно его загрызть. Но Night Stalker пока что хватает. Защищает он мид. И Invictus Gaming отходит. Отходит, распределяет точки. Можно вниз пойти, там тоже никого нет. Удивительно, линия остается пустой. Тролль перетянулся пока в лес. Ну, тролль качается, урона у него много. А что по биллу, кстати, у тролля? Это какой-то БФ, но пока вижу молния. На разгон разгонять, чтобы качаться быстрее. Опасная тенденция, что Шторм уже 3-1-0. И я вижу вот этот быстрый Оркит. Крутая идея. Против того же Леона, против того же тролля. Печенька. Но по таймингам плоховато получилось. Лайфлайн нажимает ультимейт. Подходит Ку-Ку. Шторм Спирит выживет ли здесь? Главный вопрос. Нет, Лайфлайн при этом живет. Чины на Найт Сталкера. Лайфлайн грамотно отходит назад. Топорики замедления на НС. НС ультимейт нажал, полетел. Нажимает void. Но третий уровень. Этого не хватает, чтобы убить тролля. Ну, как минимум тролля пугает. И Ку-Ку улетает сам прочь. Как досадно. Я... Непонятно, там хватило ли бы урона, если бы станы грамотно распределили, ребята, печеньку и вортекс. Там не такая большая печенька. Да, то есть там урон вот залетает с ремонта и все. И потом топоры троллю спину раскрутить. Красавчик то, что сделал, это в полете Шторма. И в конечном итоге он за счет этого себя и поцелил. Молодец. Тролль прям радует глаз. И это сбивает Шторму тайминги. Шторм у нас был на хорошем старте. У него была отличная линия. Но Эмбр уже дышит ему в спину. Он находится наравне. При этом Тролль, он, как мы видим, тоже не отстает. Продолжает качаться, несмотря на то, что у него постоянные потасовки. И здесь Айджи пока чувствует себя прям шикарно. У них все трекоры, особенно Дум. Посмотри, сколько денег у Дума. А он там Мидаси хочет еще купить себе. Да, да, да. Дум будет очень богатым, очень сильным, очень плотным. На миде снова перетяжка от Инвиктос Гейминг. Пытается убить Тайда. Тайд с Рэвиджем. Если что, Вайтмун наготове. Рэвидж дает. Есть. Бул Лайтнинг Шторм летит тут же на КК. Кака убили. Стреляет с Депфайра. Батон с Ультимейта. Он его включает. Но будет тут до конца драться. Может быть, какое-то время выиграет. Но нет, ролик, конечно, сюда не подойдет. Оли просто максимум времени выигрывает. И Оли, ну добейте же его, наконец! Аллилуйя. Убили. Двух игроков. Мид снова защитили. На ближайшие пару минут, не больше. Вот очень круто то, что IG умудряется убивать такие важные кулданы, как Ревэштейт Хантера, Ультимейт Бабули. При том, что они почти забирают вышку. Сюда не пришли. Стянули всех. Все герои перетянулись. Они все их развалили. Вышку при этом почти. IG убили, да, потоковый туда убили Тиван. Но пространство получено. И Тиван получает очень мало за фраги. При том, трой, как мы видим, прекрасно сейчас существует. Он фармит. У Дума уже 6000 голды. Напомню, Дум сейчас будет дико разгоняться, потому что у него будет и Мидас, и Двауру четвертого левела. Он тут, на самом деле, прям будет развалить Блокинг Барри. От Блокинг Барри его половина героев вообще ничего не делает. И по-хорошему нужно убивать Дума. Несмотря на то, что у него есть айрбор, нужно с ним что-то делать, нужно его останавливать. И вот тем более он сейчас сменил Клипа. Да, но непонятно на каком этапе. Луна еще не готова. До второго Эклипса, до четвертого Бима тут еще качаться и качаться. Луна выходить никуда не будет. Снова будет проблема. Как и на предыдущей карте. Это прямо видно. Найт Сталкер будет бесполезен. А у Флэнни Руин Викторс Гейминг вот этот GT на Думе будет бегать и просто уничтожать. Мы понимаем, что шторм может быть очень большой. Но он будет получать Дум, сейвить его нечем. Он будет умирать. Да, и это такой забавный момент, что тут уже получится ситуация, это как бы три кора против одного. Потому что один кор у нас в виде шторма будет всю игру бегать в Думе вряд ли он что-либо сделает. А у IG намечаются потенциально три героя, которые активно лупят Луну. Так, ну слушай, смотри. Т1 выходит в спину. Найт Сталкер с ультимейтом. Но ничего страшного. Здесь как минимум Минуктус Гейминг в меньшинстве. Карл летел. Эмбер Спирита пытается быстро убить. Под Сайленсом это сделали. Погоня продолжается. Дум с ультимейтом. Но может быть и смысл нажать, что отспамится. Если будут очень глубоко идти Т1. Они идут за Думом дальше. Дум пытается убежать до последнего. Оли подключает ультимейт. Койл нажал на Дума. Это не спасло. Но из-за Оли погоня продолжается. Его не отпустят. За ним будут снова лететь. Несколько десятков секунд. И таки добьют. Райвать же нет. Но в большинстве сюда перетянулась вся команда. В том числе даже Луна оказалась неподалеку. С четвертой пассивкой. Но вот сейчас был шикарный замес. Просто потому что убили самого плотного героя. Ни персонажи посмотрят, как быстро вырывается Луна вперед. То есть она сразу же начинает топовать. Она продолжает очень быстро фармить. Напомню, Луна будет фармить в разы быстрее, чем тот же Тролль. Она и быстро бегает. Она и Крипчиков активно лупит. Поэтому с масок Меднес ей вообще рано будет сейчас по сути нет. Ну разве что какой-то Свен там может бегать. Он может посоревноваться с скоростью фарма. И Штарма появляется после этого замеса Саленс. Все, он готов. Надо драться. То есть по колдауну это один сейчас могут воевать. А там реведж уже должен откатиться. Да, реведж есть. Снэпфайр с ультимейтом. И на топ, похоже, уже не успевает. То есть из-за того, что Дум купил Меднес, он... На Тролля под Оргит прорывает. Урона мало. Урона не хватает. Снова топоры душат. И чуть раньше бы снэпфайр здесь оказалось. Но видите, она даже не летит. Добивает Леона. Тут Леон ворвался. Да, Леон торговал лицом. В общем, сейчас, из-за того, что Дум у нас сыграл немножко жадновато, купил Меднес, сейчас все сводится к тому, что пока Дум не купит себе хотя бы одну полезную шмотку, это либо Блокикбар, либо Блинк, а лучше и то, и то, у Эджи, по сути, 1К не самый эффективный боец. Он просто качается. Его за этот качь надо наказывать. Дум будет фармить быстрее, чем Найсталкер. Ну, Эмбер там со Штармом приблизительно 50 на 50, да. Но главное вот то, что этот парень сейчас не готов сражаться, его нужно месить. Ждет Тайт друзей. Если сейчас Инвиктус Гейминг пойдет на горочку, Райвач тут же, если что, выдаст Уайт Мун и Шторм прилетит. А Инвиктус Гейминг прям прицепились к этой верхней линии, не уходят отсюда уже очень долго. Оли идет проверять, кто где, ну и Оли продает. Скорее, Оли сам себя здесь продает. Это было на уровне Иди Федони, дай обзор. Понять, кто где. То есть, да, это реально, возможно, нарочно выход. Но очевидно, ты идешь без Вижена. Конечно. Ты даже не ставишь никакой обзор. И вот они пошли, ребятки, искать противника. Немножечку не успели. Здесь уже, думаю, успел подфармить всех древних крипчиков. Вот осталось срочно, он всего один стак, да, он бегает low HP. Но если никого нет на тройке, то можно просто резко переместиться вниз. То есть, никого сверху нет, очевидно, что там где-то снизу кто-то, может быть, айджи тут же уходит в оборону. Ну, в этом случае остается вариант поставить варды и попасть и пусть не снисить. Как вам, Дмитрий, на 16-й уже два блингдайгера, если у команды Эрмитус Гейминг? У Леона и у Дума. Да, иногда... Это очень мощно может быть. Мы снова смотрим на Шторма. Но со Штормом тяжело, я не мог сказать, что его словить тем же Думом легко. Леоном просто. Хекс нажал, анимации нет. С Думом там, пока ты замахнешься, если не под контролем Шторм, он сто раз успеет. Ну, как минимум, Оркет тебя выдаст на готове, либо улетит. Так что за этим мы еще будем смотреть. Луна, Dragonlance Mom, ПТ. Тут пока дефолт. Сэвидж играет очень удобную доту. 0-1-5, 151 крип. Добит за игру. И у нас драка на речке, на центре. Леома выходит, видит White Moon, а цель плохая. Брив дальше, ого. Как оборвался, Криккеншелл сработал. Реведж на готове. Нужен реведж, эклипс от Луны. Пошел реведж сверху. Дума очень быстро принимают и убивают. Как все классно для Т1-то складывается. Флайфлай под Эфотик Шилдом. За ним погоня, нужно нажимать. Ультимейт, Сайленс висит, Сайленс висит. И в такие ситуации мы понимаем, что Найт Сталкер очень хорош против Абадона. Ты не можешь ничего сделать, когда висит эта туча. Эфотик Шилд не работает. За Оли погоня. Ультимейт включается. Надо отпустить. Уже и так Т1 получили очень много в этой драке. Ну, вообще нормально. IG зачем-то сами лезут. Вообще не понимают, зачем они вот так вот идут драться лоб-лоб. Притом, они видят Тайт Хантера. Они даже не узнают у него Дум. Хотя очевидно, что вот это вот давайте фокусим Тайт Хантера. По-быстренькому оно заканчивается обычно тем, что он все равно выдает реведж. К тому, что работает Криккеншелл. Но и здесь вот Дум сыграл слишком жадно. Он вообще ни в кого не отдал ультимейт, ни в Тайт Хантера, ни в Шторма, вообще ни в кого. Он прыгнул в реведж прямо. Да. Здесь Дум немножечко не доигрывает, а вот Тайт Хантер, наоборот, молодец. Идет вперед и не боится, не спереда, что он пятерка. Ну, Алексей, вот еще пару таких замесов. И Луна с Эйгисом может ломать. Потому что Айджи уже ошибается. В прошлой игре у них был слишком легкий алгоритм действий. Можно было вообще ничего не делать 30 минут. Они бы потом все равно переехали 5 на 5 без вариантов. А здесь мы видим, что торопятся ребятки с выходами. Ну, слушай, Дмитрий, я все равно так смотрю. Но появится Блэкинг Бар и проблема один останется прежняя. Что вот эти герои реведжа, они станут снова неактуальны. Айгис, айгис. Ну, айгис, к сожалению, один. Айгис на Шторме сильная штука прям. Такая устрашающая. Поэтому... Ну, был хороший. Для Ти-Ван. Просто встать на месте. Так, и снова точка, где в меньшинстве игроки Инвиктус Гейминг. Врыв на тролле. Тролль под Сайленсом. Дум врывается. Контратака такая пока очень невнятная. То есть это снова врыв. Меньшинство. Заведомо. Инвиктус Гейминг совершает несколько грубых ошибок. У них эта карта была комфортная. У нас Дум был невероятно богатый. А мы увидели один ультимейт от Дума на Тайды пятерку, который телепорт нажимал. Да, и все было нормально. Вот сейчас мы видим то, что у нас Дум в принципе кулдал не жмет. При этом тролль зачем-то выходит из своего леса на вражескую территорию и фармит в самом опасном для себя месте. В итоге его дважды наказывают. И я Алексей повторюсь. Если вот так вот еще пару раз они пойдут и фиданут, то БКБшки они когда-нибудь нафармят. Но разница по фарму будет слишком большая. Там у Луны уже 10 тысяч. У тролля 7200. Она его обгоняет почти на 3К. Вот это уже интересно. Это уже такая мини-интрига. Я уже вижу, даже пристел так вот, чтобы повнимательнее смотреть за происходящим. Конечно, нельзя-то один списывать со счетов. И даже вот после драфта я говорю, что надо очень внимательно смотреть. Это Дота. Это игра, где команды могут ошибаться. И на Викторе с гейминг пока ошибается намного больше. А на первой карте ситуация была противоположная. Тайт, половина Аганима. Неожиданно. Нежданно, Ниганда. Первый слот это Аганим. Полна Гаша. Просто уплотняться. Ну да, кстати. Это кроме того, что усиление Гаша, так это и плотность. Тайт и без того с Крикеншеллом. Ну да, просто. Надо не врываться. И просто, смотрите, просто по КД жмем смоки и продолжаем нарезать замес. Блокинг-бары там будут не скоро. Большие проблемы против магического урона. Пока Блокинг-баров нет, и на Сталкер работает слишком эффективно. И Тролль, пока он не соберет БКБ, он просто получает Сайленс, ну и дальше ехала. То есть, если Абадон не кидает ему щит, он моментально отъезжает. Поэтому тут Абадон уже находится на позиции. Спереди. Выжимает смок, Абадон тут же ревилит. Сразу же разбегается разные стороны. Неинтересно, Абадон. Нужно искать другие цели. Не успевает. Шторм. Тролль все еще в опасности. Тролль все еще в опасности. Да, и он здесь один. Сайленс получает. Можно даже не отдавать реведж. Стреляет бабушка. Заметьте, он уже в этой точке, по-моему, третий раз отъезжает. Да, здесь постоянно Инвиктос Гейминг в меньшинстве тусуются. В этот раз, благо, они решили не принимать драку. И посмотри, их лес. Их лес чист, там вообще никого нет. Там просто утраскаем, вдвакаем, трикаем, четыре. Там в лесу бегает Дум. И, как бы, если тролль, вот он играет, если он кэр, он всегда может сказать, слышь, сынок, свали-ка, пожалуйста, с моего леса и там, дай-ка пофармить, потому что пока тролль, он выгнан из своего леса, непонятно почему, и он медленно, наверное, приближается по фарму, как к Леону. Там же разница небольшая. У нас паузы похожи на всех трансляциях. Я смотрю, и у Virtus.pro проблемы с тем спиком. Надеюсь, ничего серьезного. Ну что, интрига появилась, Дмитрий. А то после первой карты и, наверное, после драфта казалось, что, ну неужели так всем просто будет? Ну, IG закидывает, IG закидывает. А Тиван, наоборот. Ну, А Тиван молодцы, да. Ну да, если сравнить с прошлым пиком, этот пик у них в разы лучше. Опять же, Шторм, который мог быть слабым, он становится только сильнее. Потому что Дум с ультимейт просто не нажимает ни на кого, и Леончик постоянно, ну, Дум про Гитрэвидж, а Леончик тоже подставляется. И это может быть очень хорошая игра для Шторма, потому что, по сути, все проблемы с Думом решаются Айгисом. Карм молодец. Мы много игр видим, где Шторм Оркет не покупает. Это ведь не стандартный закуп. Мы часто видим Каю, например. А здесь Шторм прям зарашил от Оркета и позволил играть в таком стиле. Ты врываешься на Эмбер, ему конец. Ты врываешься на Тролля, ему конец. И даже Абадон, мы видим, на этом этапе игры не работает. Насталкер хорошо отрабатывает в этом плане. Он все время врывается в него, и получается, что он вроде бы закрывает Абадона, но параллельно он закрывает и Тролля, которого у него могут спасти. Ну, пик Энесса, получается, он логичен. Мы смотрим, именно ситуация, где Абадон очень сильно мешает. Да, он логичен, но мы обязательно держим в голове, что это Айджи куда-то лезут в очередной раз. Например, в прошлый раз они никуда не лезли. Они спокойно фармили, 20 минут вообще не подставляясь. А здесь они раз вышли в смоки, все дружно получили по щам. Потом у нас Тролль зачем-то пошел фармить вверх на пару с двум, они снова отъехали. Потом он снова пошел фармить уже со своим Абадоном на родном месте. И, по сути, сейчас Айджи играют совершенно иным образом, хотя, по сути, нужно делать то же самое, что они делали в прошлой катке. Да, и разгромный счет, 6-17. Кстати, карты намного динамичнее. Учитывая, что Т1 получается убивать, у нас динамика. До пятой минуты счет был 1-1, а потом резко. Но это именно Т1. Айджи ведь только обороняются, соло фраги на шторма, который полетел, мы помним, в топорике получил, умер. А Т1 продолжает. И это Луна, которая еще не до конца включается. Она так, она еще где-то в стороне. Она пока наблюдает, у которой 1-1-9 счет. Умудряется Луна столько ассиста иметь. Ну, там Шторм, да, наверное, все забрал. У Шторма 7-2-8. 15 фрагов он сделал из 17-ти. Вообще, история двух команд. Вот ты, Дмитрий, сказал, что там по одному турниру сравнивать не нужно или нужно. Но, тем не менее, это был мейджор. И Invictus Gaming были, и Т1 были. И Invictus Gaming тут мейджор провалили. Первый мейджор они заняли первое место в противеге. А второй мейджор приезжает команда. Там были проблемы, там и замена была. Но, ребята, по-моему, топ-15. Топ-15 у IG было. Я это смотрю так. Они вот первый инт, они взяли первое место и все. Первый мейджор, да? И все, и все. Можешь расслабиться. Ты уже… То есть ты в этом плане, что они набрали свои тысячи DPC-поинтов, а этого уже хватало, в общем, там дальше можно было. Ну, Алексей. Ну, а нет, это по Завета Монтана. Если на инт, узнаешь, что есть на инт, все, отдыхаешь, расслабляешься. Такая история была с LGD, когда закончился Девятый Интернешнл, и парни решили, что, ну, можно первый мейджор, в принципе, пропустить. А потом тебя на мейджор не зовут. А ты туда отобраться не можешь уже. Такая ситуация. Естественно, нужно рассчитывать свои силы. Если ты знаешь, что ты на IG заедешь и развалишь, то хорошо. Как OG? Мне, кстати, я вот смотрю статистику по IG, так любопытно смотрю, сейчас улыбаюсь, что IG предпочитает быструю игру, предпочитает быстрые игры и предпочитает достаточно активную доту. Но то, что мы видели за последний уже час, за эти две карты неполных, это совершенно противоположная ситуация. IG играет очень медленно, и мы видим, сейчас любит пофармить. Что на прошлой карте — это был Морф, который очень много фармил. Что на этой карте — это тролль, которому определенно нужно еще минут 10. Ну, мы видим по предметам-то. Блэкинг Бар нужен минимум, и то Блэкинг Бар и Мэйл Штром мало. А он уже не поможет, да. Не, ну слушай, Блэкинг Бар поможет. Не, это не поможет против Луны. Посмотри на разницу по натурству уже между Луной и троллем. И теперь ситуация такова, что он просто урона мало впишет. Молния — это просто айтем на фарм, да. То есть из-за того, что у него будет молния, скажем так, изменится немного, он там просто быстренько фармит крипчиков. Но чтобы развалить Луну в сингл-таргет, здесь нужно что-то существенно такое, существенно мощное. Я бы на месте Луны, когда такая большая рейтсанетворца, я бы не думаю варил бутерфляй. Просто потому что МКБ тролль в этой игре купит нескоро. Если он купит себе супербыстрый бутерфляй, он ее вообще не пробьет. И МКБ больше вообще никто не сможет купить. Эмбер не покупает, аналогично не покупает. Да, да, ее будет точно нужно пробить. Но тут пока такой билд старой Луны, когда только Аганим Шард появился. Да и Далус, Аганим Шард. Можно и такое. Сатаник дальше. Да, естественно, тут у тебя Мом есть, который тоже намекает, что можно его разобрать. Да, да, да. И купить себе бабочку. Ну потом, потом. Все будет потом. Сейчас мы ждем момент, когда у Анимитис Гейминг просто появятся Блокинг Бары. У Эмбера, видите, прям немножко остается. Уже можно Митрилхаммер купить. Дум. Ну, Дум тоже, да. Дум понял, что врываться с Блингдаггера и получать ревидж в лицо как-то не очень приятно. Я бы на месте такого думает, что в жизни вообще не прошло ни в один за ним. Максимум ганг. Троем найти кого-то, одного и развалить. Но вот пока у него не появляются Блингдаггера и БКБ, то есть просто сидеть в этом лесу с Мидасом Девауром и качаться. Просто потому что качался бы он очень круто. Вот. Теперь по-хорошему Тейвану нужно порсить драки на Рошане. Потому что, во-первых, сетап у них для убийства Рошана более-менее. Луна классно бафает всю команду. Тайтхантер, опять же, дает минус броню по Рошане. Это тоже здорово. И урона там достаточно. Но это в идеале, да? То есть пока тролль без БКБ он котенок. Но пока и про МБР, кстати, могу сказать то же самое. Поэтому запорсить драку на Рошане, удачно разменяться. Вообще еще было бы круто забрать своего Рошана с Айгисом. Но к Эмберу Блокимбару уже летит. Эмбер уже с БКБ, он может немножко поактивнее играть. Там главное не стать в Реведж. Тогда тебе могут со стороны вообще не выпустить. Найт Сталкер также покупает БКБ. Разбирает саблю свою. И может быть дождутся Т1 ультимейту Снэпфайра хотя бы. В идеале бы еще и Луна с 18-м что была. Но я думаю, тут прям в этом нет необходимости. Снова можно выходить на какой-то треугольник Т1. Могут пойти. Я думаю, сейчас оптимальное время для замеса. Просто оптимальное. Где угодно, как угодно. На треугольничек сбегать. Вражеские леса. Да что угодно ему сейчас надо делать. Просто потому что у Т1 сейчас... Ну, только как сказать. Первая партия артефактов пришла. Все, надо идти реализовывать. Пока IG не оправились. IG уже поняли, да, что мы никуда не ходим. Они вот уже, видно по карте, аккуратненько сплитают всю карту. Где-то там справа Эмбер аккуратненько подпушивает. Ленчик там бегает. Вардики активно ставят, да. То есть тролль снова, кстати, бежит на ту самую точку. Я не знаю. Как-то флай-флай он любит. Но в этот раз ему и правда негде фармить. Все зафармлено. Остается только на линию идти. Я понимаю, да. Ой, ошибается. Шторм врывается на Дума. Не получилось его зацепить. Сам Дум при этом не хочет врываться. Так было ощущение, что был шанс ворваться на жертву тиммейт. Но это продано. Это может быть дорога к Рошану. Посмотрим. 30 секунд. Еще нет Леона. До Рошпита 3 метра идти. Слишком быстрее садится. Могу попробовать? Ну, им прям совсем просто рядом. Видишь, тут несколько секунд и ты уже в Рошпите. А Леона не 20 секунд. Это много. Когда вот такой драф заходит, с гашами, с медальоном, врыв на Абадона. Абадон очень круто все делает. Даже если он умрет, он сейчас выигрывает время. И если бы остались спокойно, это один бит Рошана, я думаю, чтобы они это сделали. А так, Рошан остается. Ну и Абадон еще выживает, тратит лишь ультимейт. Леон появляется на карте. Ну, будем честны, они могли вообще не идти за Абадоном. Вот он там бегает и что? Да, да, да. И ничего не меняется. Вот он смог. Варды стоят. Айджи сейчас видит мало. Им почти весь вижен позбивали. Сейчас посмотреть на карту. У Айджи очень мало вижена на карте. У него только вард один снизу стоит. Он вообще не понятно, зачем. Для чего там, учитывая, что сейчас почти... Ну, он сейчас пропадет. Сейчас будет почти вся веса ухов из Рошана. И Айджи видит очень мало. Поэтому, ну, да, вот так вот. Отдыхает парень. В итоге что? Ну, я так смотрю, пока Т1 просто по кругу бегают, они экономически начинают проседать. Медленно, да. То есть они просто... Шторм, сижу, убийца. Они все делают очень медленно. Нужно просто делать все быстрее на скоростях. Мне вот этим чем-то нравился Интернешнл, где там Топсон на 20-й минуте просто под Т3 уже забегал на своей пугне. Ему было нормально. Он там бегал, и сами ликвиды не понимали, что происходит. Поэтому тут на месте Т1 нужно просто все делать в разы быстрее. Нужно ускоряться, ускоряться. Пока у противника мало айтемов, нужно обязательно... У Айджи уже много. Там три Блэкинг Бара уже готово. На трех корах. Это проблема. Как сейчас драться? Цепляют Найт Сталкера. Блэкинг Бар пока нажать не получается. Врыв от Савиджа. Эклипс. И тут массовый Блэкинг Бар. Убивает лишь Леона. Ну и в Блэкинг Баре бегает Дум. У Дума остается ультимейт в запасе. Снэйфайр просто бьет пока руками. Зацепили Абадон. Абадон. Как же долго он живет. Наконец-то добивает с помощью Войда. Два минуса от команды Т1. Флайфлай под Сайлансом Блэкинг Бара больше нет. Найт Хантер. Рэвидж в запасе. Он все его время сейвил. Нажимает Рэвидж прямо в Баттл Транс Тролля. Тролль идет за Ку-Ку. Можно Флайфлайя убивать прямо в Брошпите. У Флайфлайя больше ничего нет. Получает бим в лицо. Умирает Тролль. Прекрасно играет Вайт Муна. Он дождался момента. Он понимал, что надо сейвить до последнего. И засейвил. Шторм переживает весь Дум. Никто в этом Думе его не трогал. И это минус 4. Свободный Рошан и Луна на фулл хп. Прошу заметить. Да, да, да. Ну вот Луна умничка. Мне понравилось. Что она сделала? Она просто увидела Тролля. Как только включила Блэкинг Бара. Она просто все это время бегала. Она даже не пыталась его бить. Дождалась, когда у нее закончится ультимейт. И в конце концов, как только у Тролля Блэкинг Бара пропадает, все. Он котенок. Он там вообще ничего не может сделать. Поэтому здесь Луна умничка. Все красиво сделала. Но на Рошана Т1 не пошли. Ну да. Решили, что одну Луну... Хотя там ведь у Айджи вообще все мертвы. В тот момент были. И не сказать, что там Блэкинг Бара еще в тот момент оказались в кулдауне. Рошан остается. Райвы Джанет 90 секунд. При этом Т1 после небольшой паузы восстановились и возвращается в Рошпит. Луна 18 уровень. Кристалис. Аганим Шарт уже куплен. Ну и поехали. Медальон или Шреддерс. Еще и где-то Гаш от Тайда может быть. Эмбер покупает тебе Блингдаггер. И пошли. Они ухтус гейминг. Второй круг. Понимает, что Райвы Джанет... Ох, какая опасная игра. Т1. Они сейчас могут поплатиться за это. Finger of Death с Луну убили. Снэп Файр убили. Ну и погоня продолжится. Шторм, естественно, улетит. Но это уже очень мощно. Это уже очень круто. Это минус 2. Это минус 3. Это Рошан. Но вот Т1 интересно. Они дождались, пока появится противник. Вроде как сами восстановились. Но и Айджи готовы. И у вас при этом нет ничего. О, Райвы Джанет намного ценнее сейчас и Eclipse, чем 1-2. Ну да, 25 минута, 25 минута. Герои рецуются довольно быстро. Ну, это учитывая, что у Айджи там некоторые герои довольно-таки маленьких левелов. Единственное, что из таких ресурсных кулдаунов не было только Doom. Да, но с другой стороны не было Райвы Джанет. А Райвы Джанет в прошлом замесе засалил, поэтому... Вот она и ошибочка, Алексей. Вот они. Пошли ошибочки. Айджи Иван, и резко Айджи возвращается в игру. Ну, это такой уже переворот, причем существенный. То есть, с одной стороны, у нас мог быть либо Шторм, либо Луна с Айгисом. Там, скорее всего, Луна, учитывая ее на этот раз. А теперь у нас с Айгисом тут бегает тролль. И можно наглеть. Да, реально можно наглеть. Даже нужно наглеть. То есть, можно идти, навязывать лобовые столкновения, форсить любые размены, потому что Айгис, ну, в любом случае, надо реализовывать прямо сейчас. Троль все еще не такой сильный, но... Айтемов у него немного, хотя денежек достаточно, да, 2000 имеется в кармане, поэтому что-нибудь имеет смысл прикупить. И, ну, скорее всего, сейчас Иван просто будет доджить. Мне, конечно, могут собраться и пойти в смоке, драться лоб в лоб, но нужно очень хорошо начать драку. А посмотри, в какой позиции находится Бодон. Он уже готов принимать. Нужно стоять так, чтобы принять смок-удар на себя. Ну, Найт Сталкер хитрее. Да, да, да. Кукулетит прямо совсем в спину на Дума. Ну, там Блокинг Бары. Там просто Блокинг Бары у всех. Кому не лень, Шторм пытается найти саппорта Леона. Леон, ну, прыгивает. У него еще и форс-стап в запасе, еще и стики есть. Как же долго он будет жить. Найт Сталкер получает Дум. Леон все еще живет. Всю драку летает Шторм, чтобы найти его, наконец, нажимает Реведж. Леона убили. Ну, а далее практически все, кроме Эклипса. Найт Сталкер без хпс. Непайр воюет до последнего против Эмо. Эмо делает убийство. И Т1 нужно отсюда бежать, сломя голову. Карл Телепорт. Вообще, Вау, Шторм, как он вообще понял, где находится Леон, это был прям, ну, такой был снышевательный прыжок. Он его реально нашел. Но потратил всю ману для того, чтобы можно было что-либо с ним сделать. Найт Сталкер. Опа. 858 золота зарабатывает Дум. Икспа. Икспа просто для Дума Капы. И Дум 19-го удалил здорово. Дум только один на карте. Все. Раскачался. Все, Алексей. Блэкинг Бары решили. Да, в очередной раз. Властью IG. В этот раз Найт Сталкер старался. Что-то получалось, но все. Вот на этом его сказка заканчивается. Теперь спамливаться могут один долго. Тут уже гашаганимный. Луна с бимом. Снэпфайр может стрелять. Как говорится, на хайграунде можно еще будет постоять какое-то время. Хочется больше видеть Сэвэджа. Он пока очень много фармит. Не так активен в драке. Кэрри команда 1. Да ладно, нормально. 14 раз. Ну, до этого это почти вот эти все выходы, когда ты один доминировали. Легко выигрывать, когда у тебя команда ведет экономически. И карту контролирует. Так обычно выигрывает Кор, Алексей. Когда команда выигрывает экономически. Когда она проигрывает, обычно и Кор вместе не проигрывает. Посмотрим. Да, да, да. Не, бывают, конечно, очень крутые игроки, которые иногда умудряются втащить. Вот, допустим, Смирк, он недавно смирил подборку, когда он... Ну, не там, короче, рубрика камбэков. И там реально были моменты, где действительно вытаскивал. Особенно вот помнишь тот самый замес у трона, когда у него осталось там что-то в районе 200-300 хп, поэтому... Тут было бы здорово тащить, да, но Луне это сделать очень тяжело просто потому, что она такой простой герой. Она идет в замес, нажмет ультимейтер, кликнет в кого угодно и, по сути, на этом ее микро заканчивается. Там особо не разгуляешься. Классная, да, комбинация? На огромной дистанции. Гаш, бип, все, крипов нет. Ну, IGN нужно просто контролить карту. Теперь самое время перефармливать и собирать сочные руны. То есть в такой стадии собираем все баунти-руны, собираем все активные руны, по кулдауну собираем Рошана и рано или поздно просто закидаем противника деньгами. Ого, врыв. Новейбера. Сайленс, Блэкинг Барр есть, ну и скорее байт на БКБ. Правда, куда Карл теперь деваться? У него не так много мана остается. Карл, Пол Лайтник, почти на всю ману улетает на хайграунд. Позиция опасная, массовые телепорты, Doom с ультимейтом и Doom есть. И снова Night Stalker будет умирать. Только третья смерть для Кукум. Но он очень много дарит команде Inventus Gaming. Наверное, вот за вот эти несколько минут больше тысячи подарил. И как классно, когда в команде есть хотя бы один герой, который может забивать такое БКБ. Там Бесмастер, Doom, вот эти вот герои, они поставят золото. Нельзя драться сейчас Т1. Шторр полетел на Леона. Леона получит любить побыстрее? Нет. Эфотик шел тут же. И два саппорта воюют против Карла. В это время Эмо уничтожает все, что видит. Луна даже не нажимает БКБ. Да. Нет как раз вот того самого Шаду Демона, который бы ей помог. Да кого угодно, да, чтобы он смог хоть как-то ее подсевить. И когда Луна начинает играть от защиты, она мало видит. Она не знает, где бегает Леон с Блинкдаггером и Хексом. Она вообще не понимает, ворвутся на нее или наоборот, там, они пойдут вперед. Здесь почти любая ошибка, ошибиться очень легко и все. И вот так вот легко Айджи перевернули. Молодцы. Прямо так, ну, ошибались, 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 но в один момент начали делать... Они пять минут просто ушли из игры и пошли фармить плейтинг бара. Да, ну, они поняли, поняли, что хватит заниматься всякой фигней. Давайте-ка будем придерживаться плана. И план был хороший. Ну что, две линии, похоже, упадет. Луна 15 секунд до появления. За это время Айджи ломают. Две линии. На третью физически зайти пока не получится. Т-2 стоит снизу. Все еще. Ну, Тайд отспамливается. Под Абадоном здесь пуш, под троллем, под его пассивкой. Минус вторая линия. Шторм орвался по КБ на тролля. Тролли, в случае чего и по КБ ультимейт есть. В лайфлайне нажимает по КБ, нажимает телепорт. И как раз-таки в такой ситуации телепорт не получается. Оли продают уже в который раз. На него это седьмая смерть. Ничего страшного. Две линии потеряли. Игроки-то один. Ну и тут Луна хочет купить линьку. Не понятно, кто это или нет. Не поможет. Ну, Леончик там прожмет мана Дрейн. Да что угодно. Он успеет по-любому прожать все свои кулдауны. Ну, а это обычно не помогает. А у противника, у которого такое количество героев способных сбить линьку, вряд ли его это спасет. Обычно в таких играх на линьку не рассчитывать. Знаешь, единственное, что может помочь, это если он всегда будет стоять сзади всех. В надежде, что либо Тайдхантер, либо Штормор ворвутся первыми и не дадут Вижен. Все, парни уже забывают, что Invictus Gaming контролировали карту, что на треугольнике может быть Вижен. Даже его не проверяют. А Рошан еще по таймеру. Еще не скоро. Но IG ждут. IG знают. Они могут сейчас дождаться об аддоне и сами пойти в атаку. И принять Т1 неожиданно для себя. Т1 увидит, что они в плохой позиции. Дум Шива. Не на Думы нападать бесполезно. У него Бластриг. Ты просто не будешь по нему попадать. Три КХП. Три КХП, просто. И брони много, да? Обычно есть проблемы у Думы с броней. Здесь за счет Шивы проблемок нет. Они причем даже не жадничают. Максимально своего выиграют вообще. Надо запомнить, записать там. Сильвер от Луны. Так. Сильвер от Луны. Ну, это ап Кристаллиса. Это, кстати, вариант. Можно об аддону ударить и дать на него Сайланс. Можно, можно. И убить быстро. Алексей, ну тут скорее, вот как я говорил вам, тут все проще. Просто почти все коры сейчас любят собрать Сильвер. Статы очень хорошие на этом айтеме. Там и криты, и атак спид, и урон. Если где-то Сентри нет, всегда можно свалить там по-тихому. Иногда можно ворваться неожиданно. Очень хороший айтем сейчас. Сильвер. Ну, после Интайя, очевидно, что его будут менять. Потому что он сейчас почти на всех корах собирается. Ну, это неплохой айтем. То есть, грех на него жалуются. За этим айтемом интересно смотреть. Он позволяет неожиданно ворваться игрокам и уйти в какой-то момент. И бывает, что просто у противника нет детекшена на тебя. И в некоторых случаях тычка вот с Инвиза, она там такая сочная. Так, ну что? Дорошана 10 секунд. Практически моментально он появляется. Да, IG подготовились. Все, Леон готов. У него тот самый запак. Все на сейв. Там, Блинк имеется. Форстафт имеется. Сверху еще добавил андиск. Поэтому Штормс переводит, что уже не разорвался. Эмбер, аганим. Ну что, это может быть последняя драка на этой карте? Только Т1 поможет чудо. Эмбер ворвался. Тут же Найсталкер нажимает ультимейт и развели на ультимейт. Отойти, отойти, отойти. И дождаться, когда все это дело закончится. И потом ворваться еще раз. Так, Тайт себе Блинк пока не купил. Даже не планирует Блинк покупать. Аганим. Форстафт какой-то хочет забрать. Готов ободончик. Снова он пояс у контора. Прямо осторожно. Ой, баш какой. Какой неудобный баш. Найт Сталкер. Но никто за ним не летит до конца. Штормс Сайлос на Леона. Леон подключается. Диск. Неприятно. Диск в драке полноценный. Может не оказаться. И Т1 вот уже опасно заходит. Они здесь Вижем пытаются расставить. Айджи тут же его уничтожают. Заходить на треугольник Т1 нельзя. Там их просто уничтожат. А сами Айджи очень аккуратно. Все у них есть. Абадон с ультимейтом. Врыв. Вперед. На Луну. Луна нажимает БКБ. Очень много выбили. Они выбили Блокинг Бар. Они выбили Бабуля. Теперь у нас очень многих плутанов нет. Можно смело вырваться и вообще ничего не бояться. Луна без Блокинг Бара. Эмбер должен быть поаккуратнее. Он так идет нагло. Там Луна без БКБ. А если он без БКБ, надо идти. Надо идти и хексить Луну. Еще один Блокинг Бар минус. Найт Сталкер еще и без ХП к тому остается. Чины по двоим. Врыв от тролля на Найт Сталкера. Найт Сталкер под Атосом. Найт Сталкер как же долго живет. Но добивает ВМ Ремном там наконец-то. Находят Тайда. Тайд реведж свой. В этот раз не отдаст. Есть байбеки. И похоже Т1 придется их отдавать. Ты не отдашь байбеки и Айджи пойдут сейчас Айгисом. Просто снесут тебе всю базу. На фонтане воевать тоже не вариант. Так, ну что, у Эмбера пока нет Блокинг Бара. Такое небольшое окно, но эти 25 секунд это много. Конкретно сейчас врыв на Луну. Луна! Луна без БКБ и реведж есть, но поздно. Луна умирает. Луна без байбека. Без Луны драться здесь просто невозможно. Урона у команды Т1 нет. Ну что, это Рошан и комфортно Айджи смогут, похоже, зайти и закончить. Это скил, Алексей. О, это скил. Это скил. Он, правда, у них нестабильный, да? Они иногда фигни творят. Но это реально скил. То есть Айджи... Короче, Айджи умеют... Могут хорошо... Айджи способны вот так. Могут сыграть все, да? Но Айджи, как это сейчас, они обладают навыками для того, чтобы очень хорошо играть доту и это радует. Все, одна... Одна китайская команда в строю. Дальше уже, ребятки, собираются. Преимущество огромное в виде 19 тысяч. Мы видим, что Леончик, он, в принципе, знает, чем нужно заниматься. Он всю игру хитит Луну и другие так. Это его вовсе не интересует. Найк Сталкер у нас просто бегает, как такая... Одна большая груша для битья. То и просто убивает, ну, по пути, забирая параллельно Луну. Ну и в целом, очень трудно тебе, Иван, ворваться, так как такого ультимативного инициатора нет. Тайт Хантер у нас без Блинк Даггера. Шторм Спирит с БКБ, но он боится Дума. Найс Сталкер, он уже бежит, всем пофигу, просто нажимает БКБ. Его Сталинс никого не пугает. И в данном случае Тейван, они просто без мощного инициатора. Чего не скажешь про IG. У них два хороших фруватера. Это Леон и Дум. Безнадежность. Урона нет. Луна очень много проигрывает. Обычно, знаете, бывают ситуации, когда команда проигрывает, но один игрок у команды, которая много проигрывает по золоту, он впереди где-то. Вот это Луна. Если бы она была вообще с второй или даже была первой, было бы намного проще планировать, как можно драться. Но здесь Луна бедна. Луна имеет мало урона. Луна тут какая-то линза пытается. Фрэмит Сэвич. И просто спамить бимами. Просто стоит где-то очень далеко. Спамить бимы с Селереджем. Больше ничего придумать не получается. Но, естественно, играют. Сейчас Тей-1 могут крипов съедать по разным линиям. Шторм занимается этим. Найт Сталкер этим занимается. Пытаются немного времени выиграть Тей-1. А Егис, правда, еще 3 минуты 20 секунд. Очень много времени есть у Флайфлая и компании. А потом... О, с Аганима. Ух, это прям очень сильно. А потом просто будет идти сейчас в эпицентр драки. Прямо бодеклипс нажимаешь, подусть бабули и вперед. Ну и ты не перебьешь эти кайлы. Вообще, Абадон прикольный выбор, да? То есть как только появилась бабуля, опа. Минус Луна. Так, это был Дум, да? Один из рефреша просто уже идти появился. Он тут же рефреш отдал. И у Луны снова нет байбека. Луна закупается всю игру в ноль. Она не может бегать в 5000 месяц запасе. Иначе у тебя Нетворстер будет вообще дулевой. У тебя не будет предметов в инвентаре. 60 секунд нужно защищаться. За 60 секунд Инвиктус Гейминг. Такие еще 3 линии посломали. Учитывая, что тролль так неохотно один пушит. Ну и пытаются как-то отстреливаться Снэпфайр. Пытаются отспамливаться хоть немножко. Игроки Абадон включают ультимейт. И летят кайлы. Тролля не пробить. Один просто смотрит, как падает их последняя линия. Там еще казарма на топе остается. Это пока не мега-крепы. Нужно IG перетянуться на топ сейчас. И спокойненько забрать эту линию. И игра будет близка к завершению. Мега-крепы для команды Витус Гейминг. Шторм врывается. Рэвич. Неплохо. По-троим выдают. Даже может быть убьют тролля. Но тролль с Аегисом. Нет, даже Аегис не выбивают. Он включает ультимейт. Нажимает Black King Bar. И флай-флай живее живых по Т4. Добивает Найт Сталкера. Байбэка у него нет. И только сейчас появляется Луна. Т1. Плохое начало. Плохое начало для команды. Здесь по-хорошему, я думаю, ребята рассчитывали хотя бы на ничью. Чтобы хотя бы один балл отжать у китайских грандов. Я могу это поддушить их слегка, Алексей? Пожалуйста. Вот с такой игры, если те вам будут играть и дальше, это добро пожаловать в нижнюю сетку. Потому что здесь, ну видно, что не хватает им где-то координации, где-то исполнения, где-то наглости. То есть вот они там топтались с помощью, чтобы в мидгейме, когда мы говорили, ребята, ну все есть, вперед-вперед, давайте-давайте-давайте. Они довольно-таки медленные. То есть они не сразу идут и не наказывают противника. И в данном случае просто Айджетем воспользовались. И со временем взяли свое. Да, вот эти первые 10 минут оказалось, что не стоит спешить, пока религейм. И несмотря на вот эту доминацию, это один. Интересно, что они не захватывали преимущество экономически. Я заметил, был момент, они давили всю карту, а у них 2000 было. Это совсем ничего. Почти все драки были на их территории. То есть почти все драки, которые это Иван выигрывали, это были драки, где Айджи к ним сами приходили, они их разваливали, а сами они не шли вообще никуда. И по сути алгоритм, который был в этой игре, он чем-то напыл алгоритм в прошлой карте. Но здесь уже ситуация была, что один кэрри против трех. Никак. Ну что, у нас будет продолжение Китая на этой трансляции. Притом, наверное, главная китайская команда — это посажай LGD против загадки. Для многих команды Quincy Crew Северной Америки. Непонятно, как они себя проявят. И получается у нас команда, у которой все говорят, что это победитель Инта. Вот и посмотрим. Против Quincy Crew, про которых пока не ясно, что они себе представляют, что они смогут показать. Ждем этого матча, пока уйдем на паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok